Спасибо. Так, всем добрый день. Начнем мы с того, что, напомню, какие у нас материалы, на всякий случай, то есть по понедельникам, да, снова рисунка. В принципе, мы и по средам, да, там, где портрет, силуэт, тоже всегда используем простую, ровно гладкую бумагу, простые карандаши и, например, клячку. Так, сейчас я посмотрю, у меня там, да, там не зависает. Так, сегодня у нас с вами будет вот такой референс, да, я его вам отправила в WhatsApp перед занятием, да, референсы всегда отправляются перед занятием. Напомню, да, открывайте себе по возможности там на телефоне или на компьютере, с которого вы смотрите трансляцию, да, и так далее. Так, мне в первую очередь, да, нужно, чтобы, конечно же, был виден лист бумаги, на котором мы с вами будем работать. Тема у нас сегодня, мы немного продолжаем тему растений, также они часто могут встречаться у нас дома. Поэтому мы сегодня тоже порисуем именно их, да, в объеме. То есть у вас также будет возможность после занятия порисовать, например, дома с натуры, да, даже если это, ну, не совсем, да, точно такое же растение, это совершенно не обязательно. То есть с натуры тоже, чтобы можно было порисовать. В данном случае, сегодня референс у нас, данное растение в интерьере, да, то есть мы немножко с вами также рассмотрим интерьер, там его совсем немного видно, но тем не менее мы рассмотрим вот этот момент плановости, да, то есть передний план, средний план и дальний план. Также рассмотрим, какие детали мы можем убирать, да, из своего рисунка, то есть можем все детали оставлять, потому что в интерьере у нас очень часто может быть много элементов, да, там и подушечка, и там одеяло, где-то у нас торчат драпировка, там занавески, вазы, там на стене украшения и так далее. То есть будем рассматривать эти моменты, то есть можно, например, рисовать и все окружение интерьера, можно какие-то детали убирать, да, то есть мы, например, можем рисовать там какие-то вот основные, да, конечно же, у нас всегда в рисунке есть тот объект, на котором мы ставим акцент, да, тот, который будет главным. То есть в данном случае у нас это точно вот это растение, да, в горшке и на такой табуретке, да, или подставке, или столике на деревянном, да, такой необычной кривоватой структурой, да, потому что если была бы табуретка, да, она такая была бы ровная, да, в форме, там, куба, да, ну, более сложного, конечно же, с деталями. Здесь у нас больше акцент на эллипсы, да, там, где горшок, а вот этот столик, да, внизу эллипс, ножки, тени, да, также у нас здесь видны интересные. Также, да, как вариант, как мы можем делать какие-то зарисовки, да, там, скетчи, наброски и так далее, мы можем, как на прошлом занятии, да, брать просто растение, зарисовывать, мы можем даже просто отдельно взять какой-то листик, его порисовать, можем в целом просто цветок, горшок и столик. А можем все это рисовать в интерьере, то есть в набросках, помните, что там есть разные вариации, да, вот на прошлом занятии мы рисовали фрагментарно, да, то есть только часть растения без горшка, без окружения. Ну, точнее, кто-то с горшком рисовал, да, там было тоже по желанию и так далее, в данном случае тоже можно, да, референс не точно копировать, да, помним, у нас на занятиях нет цели просто точно скопировать фотографию. Но так как занятие у нас онлайн, поэтому мы используем именно референс, да, так как мне и его нужно порой показывать в кадре, и чтобы лист бумаги был тоже в кадре. Также референсы у нас будут разнообразными, то есть мы потом с вами, ну, к натюрмортам, да, к предметам мы с вами иногда будем возвращаться, но после вот этой зарисовки в интерьере мы с вами перейдем к пейзажу, перейдем к пейзажу, тоже там будем изучать там рисование деревьев, городских пейзажей, деревенских и так далее, да, то есть блок будет по пейзажам, и потом дальше еще новые темы начнутся, то есть чтобы не рисовать вот всегда одни предметы. Так, по материалам, да, у меня, как обычно, карандаш HB, на всякий случай напомню, да, он всегда у меня есть на любых занятиях, и также у меня как минимум с собой всегда там мягкий карандаш, в данном случае 2B, ну, вообще удобнее использовать там это B, есть где-то у меня еще 4, а вот 3B, 4B, да, то есть такие карандаши, которые дают больше возможностей тоновых, да, конечно же, помним там с первых занятий HB посветлее, 2B темнее, чем HB, 3B темнее, чем 2B и так далее. Да, напомню, вот в санет удобно, они вот тоже тут, как называют ее, да, рубашка отличается, светлее, темнее, еще темнее, удобно смотреть, не обязательно считывать, где там циферки и буковки. Так, из ластиков, да, тоже у меня всегда, напомню, есть и обычный ластик, то есть здесь у меня такой ластик, ластик-карандаш или автоматический ластик, то есть чтобы его можно было там новый, а потом достать, да, вот этот можно отрезать, который запачкался, да, то есть обычные ластики тоже всегда использую и клячка, да, тоже удобная штука, да, если кто не пробовал, обязательно советую попробовать. А ластики, если обычные, тоже смотрите, чтобы они были мягкие или средней мягкости, да, твердые мы обычно не используем, то есть вот чтобы у вас как бы все были эти моменты, бумага, напомню, не акварельная, да, не пастельная, обычная бумага ровная, да, без какой-либо фактуры, да, без вот этих каких-то шероховатостей. Мы, конечно, можем, да, какие-то делать зарисовки и на шероховатой бумаге, но если мы хотим сделать что-то более там продолжительное, выполнить там построение, выполнить тонкие линии, да, на шероховатой бумаге у вас это не получится, то есть нам это сложнее будет делать из-за фактуры. У нас должен быть ровный лист. Я иногда буду в группу дублировать, какие мы материалы будем использовать, да, вот то, что там масло, акварель, тоже продублирую, что мы используем, какие материалы. Итак, сделаем сегодня такую зарисовку в планах вместе с интерьером выполнить, да, так как дома, да, мы очень много времени проводим с вами дома или, кстати, на работе. У нас же на работе тоже могут быть какие-то цветы, растения, то, что мы можем там быстро зарисовать, да, или куда-то еще можем прийти. Да, в библиотеке почему-то мне в голову, да, тоже первое, что пришло после работы, да, где мы еще можем бывать, в библиотеках. Там тоже обычно очень много растений, там кафе и так далее, да, растения не обязательно у нас, конечно, только в интерьере, да, на улице, в клумбе еще где-то. Вы тоже их можете встретить и порисовать. Я очень надеюсь, что вы с натурой тоже достаточно много работаете. Так, ну что, карандаш HB, кстати, хотел еще напомнить, чтобы они у вас всегда были в хорошем состоянии, чтобы они были подточены. Напомню, точить их можно канцелярским ножом, да, то есть вот до такого состояния, да, то есть длинный рифель, длинная вот эта часть дерева, тоже срезанная, то есть точилка, и когда у нас поточены карандаши, вот этот справа, да, у нас с помощью точилки поточен, это просто новый карандаш, я его еще не подтачивала, какой у меня это, тоже твердый F. Так, 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 а, то есть канцелярским ножом, да, также заострить вот эту часть карандаша тоже можно канцелярским ножом или наждачкой, да, или наждачкой слегка, то есть вот карандаши, напомню, должны быть у вас всегда в хорошем состоянии, всегда подточены, я обычно это делаю там перед занятием и так далее, да, вот, чтобы было их удобно использовать. Так, дальше, начнем с вами намечать, да, напомню, мы обычно рисуем не во весь лист А4, да, вот у меня весь лист А4, мы обычно используем часть листа, да, вы, опять же, напомню, смотрите, как вам удобнее, может быть, вы хотите, опять же, во весь лист А4 рисовать, но обычно скетчи, да, когда вот зарисовки, скетчи, хотя даже этюд какой-то, да, есть такое понятие в рисунке, как этюд, можно даже на А3 выполнять, то есть смотрите, вот как вам удобнее, да, напомню про это, там, что можно вот разделить, да, в этой части только рисовать или еще поменьше какую-то зарисовку, по черпушку сделать, а потом покрупнее, то есть помните, в скетчах, да, мы можем такие какие-то моменты изменять. Так, по формату, да, как обычно, мы не ориентируемся, да, у нас, конечно же, фотография, у меня нету дома вот такого красивого, да, состояния по свету, по теням и так далее, и пейзажи, да, конечно же, я с натуры их вам не смогу всякие разные, да, показать элементарно, да, там технику, штативы, конечно же, я из дома никуда не вынесу, поэтому, конечно, работаем с референсов. Референсы, напомню, что это такое, да, это схемы, фотографии, рисунки, иллюстрации и так далее, и так далее. Так, по композиции, да, хотела еще пару слов вам напомнить, что фотография, да, она всегда имеет, как бы вот эту рамочку, да, края. Мы на них не ориентируемся, да, то есть по вот этим краям, то есть мы можем там расширять чуть-чуть эту картинку, если нам нужно по композиции, или наоборот, можем взять только часть у нас там данной фотографии и так далее, то есть не ориентируйтесь, да, на вот эти края. Так, тоже помним, да, что у нас композиционно могут быть разные форматы, да, это может быть там вытянутый по горизонтали формат, вытянутый по вертикали формат, и это может быть квадрат, да, то есть даже если вы рисуете с фотографии, вы вот этот формат можете менять, да, то есть здесь у нас прям вытянутый по вертикали. И, несмотря на это, вы можете фиксировать свой рисунок там в любой другой формат, да, например, в тот же самый квадрат, да, или вытянутый по вертикали, но только в том случае, если это композиционно будет выглядеть интересно, да, выигрышно, потому что мы всегда стремимся к гармонии в своих рисунках и так далее. Так, мы обычно выбираем формат, да, в зависимости от там главного объекта, который мы будем изображать, да, здесь у нас цветок и столик, да, стоит на столике там или на табуретке, совершенно не важно. Так, то есть мы смотрим обычно, да, вот высоту и ширину, да, как минимум в любых рисунках, высота с шириной. То есть тут в целом, конечно же, нам больше подойдет вытянутый формат по вертикали, да, вытянутый формат по вертикали. Вы также, напомню, можете там какие-то по ходу занятия делать отдельно какие-то такие вот малюсенькие, да, какие-то зарисовочки, почерпушки. Мы эти моменты тоже потом разберем, композиционные, да, конечно же. Вот на пейзаже, кстати, это достаточно удобно делать, да, там формат, какой выбрать, как и разместить по композиции. Так, у нас в данном случае по композиции все более как определено. Там, кстати, на всякий случай, напомню, если у меня вдруг будут какие-то проблемы там со звуком, с видео и так далее, вы мне пишите, да, чтобы я знала. Потому что интернет – это дело такое, да, иногда может немножко там подвисать и так далее. Поэтому если будут какие-то там проблемы с видео, да, камеру я протерла, чтобы было хорошо видно. Если нужно будет поближе, если что, говорить, рисунок показывать, ну, я его часто вот подношу, да, к камере или камеру к рисунку. Так, напомню, референс, да, здесь, конечно же, в каком бы он положении у меня не располагался, да, данный референс, конечно, все равно вы его видите немножко иначе. Напомню, конечно же, удобнее всего открыть его с телефона или с компьютера, с которого смотрите трансляцию нашего занятия, да. Напомню, этот референс, эта фотография у нас есть в группе в WhatsApp, да, фотографии к занятию скидываются именно в ту группу, вот какое занятие, да, по понедельникам с 11 до часа у нас всегда основа рисунка скетчинг, и то есть именно в эту группу отправляется фотография, которую используем на занятии, да, также со всеми остальными другими занятиями, да, то есть желательно состоять, да, в этих группах в WhatsApp на те занятия, которые вы там планируете посещать. Так, ну что, идем с вами далее. Вот это, кстати, Кахинор, более качественные Кахиноры, которые вот здесь с коричневым окончанием я прям рисую, чувствую, что мне не очень комфортно, но я сломала хороший карандаш HB, когда точила, придется, наверное, с вот этим Кахинором немножко, может быть, у меня, а вот у меня еще есть HB от Sonnet, от Невской палитры, правда, он мне его потом попробуй подточить, попробуй им, да, потому что мы очень часто можем тоже брать карандаши разной фирмы, да, разной марки и так далее, и уже чувствовать, да, как он себя ведет на листе бумаги, да, один будет поприятнее, помягче, другой будет, например, черкать бумагу и так далее. Так, начнем мы с того, что с вами, я, например, как обычно, во весь лист не буду рисовать, да, то есть я намечу определенный формат, в который буду вписывать данную постановку в пустых частях листа, да, я обычно там показываю, да, какие-то моменты, зарисовки, там, может быть, что-то по построению и так далее. Так, и плюс в зарисовках, да, еще чем удобно, когда мы рисуем, например, такое окошко, то есть когда мы рисуем не во весь лист бумаги, да, то есть если мне по композиции захочется что-то поменять, но чтобы не перерисовывать весь рисунок, я могу вот эти линии, да, подвинуть выше-ниже, а эту левее-правее, да, когда я делаю какой-то поиск. Так, я на глаз тоже, я сделаю формат вытянутый по вертикали, рисую от руки, да, без линейки, так, да, весь рисунок виден в кадре, хорошо, всегда наблюдаю, да, чтобы все было хорошо видно. Так, линейку, конечно, не использую, рисую от руки, да, особенно в скетчах, да, всегда мы вот какие-то вот эти вот окошки, да, вот эти окошки всегда рисуем от руки. Так, здесь такой момент, например, по ширине, да, вот сколько нам задать этот формат по ширине, потому что здесь листики такие достаточно, вот они размашисто так располагаются. По композиции, да, нам сделать нужно так вот, то есть как неправильно было бы, то есть вот у нас наш формат, допустим, да, вот этот прямоугольник, то есть вот у него левая сторона, да, правая сторона, весь не буду рисовать, то есть неправильно, если мы вот будем это растение рисовать, и листы будут вот так докасываться, да, например, с этой стороны, с этой стороны, тем более, если вот так два касания, да, это уже композиционно прям будет не очень, поэтому стараемся избегать, да, вот этих моментов, то есть листочки должны либо не доходить там до краев листа, должно быть либо некое расстояние, либо наоборот, когда мы тоже можем, если это очень крупное растение, лист может уходить за кадр, так сказать, да, то есть вот уходить за край листа, то есть так тоже можно, да, вот такие вот вариации. А такие вот чисто касания, да, вот краев листа старайтесь избегать, да, иногда художники могут специально какой-то листик сделать чуть-чуть короче, чтобы избежать каких-то вот таких композиционных неполадок. Конечно же, помним, да, мы стараемся рисовать точно вот как мы видим, какие-то небольшие моменты, да, там изменения мы допускаем, да, но про это тоже можно потом поговорить. Так, то есть в ширину, да, у нас должен поместиться наш этот размашистый, красивый цветок, хотела сказать, да, растения, цветок там нету. Так, 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 тоже на глаз вот эти там примерно, да, как обычно, прямые линии мы ориентируемся по краю листа, да, чтобы вот это было приблизительно параллельно вот этому, да, так как я в целом на глаз рисую. И, кстати, пока я намечаю этот прямоугольник, я просто вот тут хочу добавить немножко с правой стороны. Напомню, что, конечно же, вы смотрите, да, через видео, да, мой рисунок не вживую, а у меня телефон, да, снимает, например, данные, данный рисунок, и телефон всегда висит, ну, здесь, кстати, даже более прямо, да, но все равно он всегда чуть-чуть или левее, или правее, да, дальше, ближе и так далее. То есть там какие-то моменты, да, у меня будут линии там параллельные друг к другу, да, вам в кадре они будут видеться с искажением, да, помните про это, приходится очень часто напоминать, да, но это обычно просто когда, знаешь, когда работаешь с какими-то онлайн занятиями, да, ведешь там запись уроков, еще чего-то. Так, в общем, на глаз, да, прям до идеала доводить не нужно, да, вот здесь какие-то немножко более пушистые линии. Я их потом, да, сделаю немножко поярче, когда буду знать, что они все на своем месте, да, тогда сделаю их немножко поярче. Но эти линии должны быть, да, любая картина, зарисовка, она имеет какие-либо границы, и мы работаем, да, в каком-либо пространстве. То есть не обы где что-то, где-то, да, а вот у нас определенное пространство, в котором мы должны зафиксировать какой-либо объект. Так, дальше нам нужно будет наметить, да, наше растение и горшок. Намечать мы будем легкими линиями, то есть как не надо, да, то есть вот есть у вас, допустим, опять же, да, вот ваш формат, вот я, например, в этот прямоугольник буду вписывать там, да, данную постановку. То есть как не надо? Не надо сразу стараться отрисовывать идеально каждый лист. Там вот этот листик, потом вот этот листик с рельефом, рисунком и так далее. Там вот этот листик потом сюда пойдет, да, а остальная часть рисунка пустая, да, так не нужно. Давайте вот этот подсотру и здесь же, например, намечу, да, то есть мы рисуем весь сразу, весь сразу рисунок, то есть я должна в общую массу растения попасть, да, вот сколько растения будет занимать с вот этими распустившимися в стороны, да, листиками, там наметить сразу, ну, как горшок, да, в котором они стоят и наметить. Ну, мы именно с них начинаем, да, потому что это главный элемент, да, на картине. Там и будем вот так легкими линиями намечать там вот этот столик, да, или табуретку вот эту деревянную. То есть легкими линиями, да, легкими линиями, то есть там наметили по композиции, посмотрели, ну, вот этот маленький рисунок, да, кстати, его можно рисовать, можно не рисовать, да, это просто я, чтобы немного объяснить. То есть вот легкими-легкими линиями. Этот же процесс сейчас будет видно и здесь, да, просто я к тому, что не нужно стараться вырисовывать сразу там листики, сразу что-то такое более понятное. То есть мы идем всегда от общих форм, да, от общих масс, чтобы как бы попасть, да, где растения, где горшок, где столик, где там еще какие-то вот элементы, там шкаф, например, да, на дальнем плане. Ковер у нас тоже там располагается, там подушечка, да, она может быть частью композиции, а может и не быть и так далее, да, то есть какие-то моменты, очень легкими линиями весь рисунок. И только после того, как мы, допустим, будем уверены, да, что все на своих местах, мы там уже будем детализировать. Давайте здесь начнем. Так, отметим сначала, то есть нам весь, да, вот весь рисунок надо вместить в этот лист, потому что бывает, кстати, когда вы рисуете частями, ну, если кто-то вдруг, да, просто, бывают такие моменты, если вы просто начали рисовать от листиков, а потом горшок, потом столик, и столик может в итоге не влезть, да, какой-то элемент может не влезть, поэтому все сразу. Здесь у меня, например, нижняя точка, да, композиционная будет данной постановки, да, там верхняя точка, вот самый высокий, где будет листик. По ширине, да, у меня достаточно такой широкий формат, то есть у меня, допустим, листы не будут вот доходить до краев с правой стороны и с левой стороны. Желательно также избегать повторений, да, то есть я могу от края листа до начала, вот здесь листика растения оставить чуть больше, здесь оставить чуть меньше. То есть желательно, чтобы не было просто одинаковости, да, слева-справа и снизу-сверху, да, чтобы было больше динамики. Обычно снизу оставляем побольше для того, чтобы создать воздух, для того, чтобы создать легкость, чтобы не было ощущения тяжести. Так, ширину самого растения я потом еще посмотрю, да, вот насколько эти листики будут такими широкими. Так, где у нас будет стульчик, где у нас будет горшок. Также можно промерить высоту, да, вот здесь горшка к высоте столика и в целом тоже высоту там растения. Намечаем легкими линиями, намечаем легкими линиями. У меня, в принципе, тоже по центру, да, вот данная композиция плюс-минус располагается по центру, да, тоже вы можете по композиции решить, там, может быть, вы сильнее захотите влево переместить, да, основной объект или сильнее захотите переместить вправо. Так, желательно как можно больше экспериментировать и пробовать, да, чтобы пришло вот это осознание, понимание, как лучше, как гармоничнее и так далее, да, как можно больше рисовать. Так, я особую высоту не промеряю, да, на глаз, потому что, когда мы делаем какие-то зарисовки и скетчи, я напомню, мы на занятиях рисуем чуть дольше, да, потому что все объясняю, показываю, но помните, что скетчи, они предполагают быстрое рисование. Так, на всякий случай, да, намечу себе вот ось симметрии, но совсем-совсем легко, то есть чтобы у меня, например, горшок точно стоял на вот этом, как бы, столике, да, хотя он все равно не имеет очень ровной формы, да, такой деревянный, кривоватый, асимметричный и так далее. Вот, но ось симметрии намечать можно, да, чтобы просто не получилось из такого, что там горшок в одну сторону, этот столик в другую сторону, цветок еще как-то сам по себе, да, то есть можно объединить все три предмета этой линией. Так, ну, приблизительно, да, мы построение очень точного выполнять не будем. Так, да, мне кажется, это очень широкий, да, то есть он, скорее всего, у меня будет поменьше, да, то есть всегда ширину с высотой, да, вот ширину с высотой всей постановки, да, обязательно всегда держу в голове, держу в голове, могу наметить линиями, да, какими-то вот этими, да, там, переносить их и так далее. Так, горшок, столик, да, столик, он побольше в высоту, чем горшок, и, например, растения, да, вот так, если высоту здесь до краев листиков, да, здесь до горшка, то есть растения тоже занимают больше, да, чем горшочек. Тем не менее, по массам, да, они очень похожи, но разные, да, но не должно получиться так, что у нас горшок какой-то крохотный, да, остальное все крупное, то есть за пропорциями обязательно следим. Так, и продолжаем намечать дальше, да, продолжаем намечать дальше легкими-легкими линиями, легкими линиями, да, тут, в принципе, да, у нас ничего такого особо нового не будет, просто наметить нужно весь рисунок, посмотреть потом еще по ширине все эти моменты. Так, столик, да, тоже сколько он там у нас будет занимать, то есть намечу, ну, потом, если мне нужно будет что-то подредактировать, да, я потом подредактирую. Ножки, да, достаточно такие тоненькие, но, тем не менее, у них тоже там есть, да, структура, то есть, например, вот с левой стороны, да, вот эта часть, вот эта ножка, сейчас посмотрю, возможно, такие более вытянутые, да, возможно, вот здесь, вот эту часть, да, немножко увеличу, чтобы столик был устойчивый, да, то есть вот эта часть не должна быть тоненькой, да, то есть мы всегда представляем даже, как бы, вес предмета, да, вес предмета и вот этот там стул, стол и так далее, он должен быть тоже устойчивым, чтобы вынести вот эту массу, да, цветка и горшка, наполненного землей. Так, то есть мы легкими линиями тоже с натуры, да, мы не выстраиваем, да, в данном случае столик, не выстраиваем, смотрим на глаз, развиваем глазомер и в скетчах, да, в скетчах мы очень часто именно выстраиваем на глаз какие-либо предметы без очень четкого построения, но можно тоже делать по-разному, да, иногда можно выполнить построение, можно не выполнять. Так, также у нас, например, вот эти ножки, да, они не на одной линии, то есть вот эту мне бы, возможно, так вот повыше сделать, то есть здесь вообще в основании у нас тоже есть эллипс, то есть вот здесь есть эллипс, ну, у горшка тоже, само собой, тоже есть эллипс, мы его тоже потом наметим, пока мы общие массы намечаем, то есть у нас здесь есть эллипс более закрытый, да, здесь эллипс более открытый, вот эту часть тоже можно слегка намечать. Про эллипсы тоже немножко там вспомним, да, какие ошибки нам нужно, там, например, стараться не допускать, да, в рисовании эллипсов. У ножек там тоже есть вот это эллипсообразное движение, да, просто его, например, плохо видно, потому что там три ножки соприкасаются с плоскостью пола, да, здесь, здесь, например, и вот здесь, да, то есть главное смотреть все эти части относительно одно другого, да, и то, что, например, вот эти части, вот они у нас под наклоном, а тут еще нужно учитывать, да, насколько, например, вот эта часть выступает, да, насколько выступает ножка. Здесь, мне кажется, тоже мне немножко не хватает, да, вот здесь, чтобы она немного выступала, да, то есть вот эта часть, да, она шире, чем вот эта часть у стульчика. Ну, пока что легкими линиями все равно намечу все ножки, да, а потом уже уточню, потом уже уточню какие-то моменты, наклон ножек тоже смотрим с натуры, да, то, что они кверху расходятся, так, внизу сужаются, то есть такая красивая деревянная подставка. Да, они сильнее расходятся, иначе будут неустойчивы. Да, промеряйте, смотрите именно на своем рисунке, да, вот эти моменты, чтобы у вас было именно ощущение устойчивости. Так, эта часть чуть сильнее выступает, да, тоже просматривайте, сколько там слева сильнее выступает, сколько, ой, точнее, слева, да, сколько справа и так далее. И напомню, вам нужно просматривать именно свои рисунки, да, мои рисунки подправлять не нужно. Так, надеюсь, тоже у нас все именно рисуют, да, а не просто наблюдают, то есть у нас занятие именно для того, чтобы вы могли вместе со мной посидеть, порисовать. И есть у нас дальняя ножка, да, тоже ширина вот этой ножки, и ширина этой ножки, и вот этой дальней, да, тоже они все разные. Ну, то есть это много моментов, да, например, если бы я, например, с натуры, да, фиксировала данный рисунок, конечно, я бы его рисовала быстрее, да, нежели вот на занятии. Поэтому напоминаю, там дома, да, старайтесь тоже с натуры какие-то вещи рисовать, не обязательно точно такие же, там, предметы, да, как мы рисуем в классе. Единственное, вот, когда яблочко, да, когда яблочко было, с яблоком проблем у нас обычно не возникает, да, его можно купить в любом магазине, да, такой доступный предмет, да, там фрукты и овощи. Предметы мебели мы уже смотрим там, у кого там, какие дома, да, имеются. Так, в детали нам сейчас сильно не нужно углубляться, да, это легкий рисунок, который мы потом, да, еще продолжим, то есть посмотрим какие-то по массам моменты, да, по элементам. Там ковер можно также наметить. Здесь пока в целом, да, то есть без эллипсов нарисовано. Это горшочек, так, и сами растения, да, они тоже у нас имеют часть, да, как бы откуда они у нас растут, да, то есть напомню, это не как бы вот у нас эллипс, да, и они как бы не вот так растут, да, во всю ширину, то есть есть у нас эллипс, и они вот в какой-то определенной части, да, листики у нас располагаются. Ну, зависит это тоже от того, какое именно растение, да, мы с вами изображаем. Так, наметим, да, тоже вот эту растительность, что же эллипс, ничего, конечно же, не прорисовано, а столик тоже потом только будет уточняться, потому что нам нужно наметить общие массы сначала, общие массы всех этих моментов, а потом будем уточнять, да, свой рисунок. Так, намечаем там листики, да, какой в какую сторону, один выше, другой ниже, то есть прям сильно, да, мы очень детально как-то на листиках не будем, да, там что-то обсуждать, потому что мы их рисовали более детально на прошлом занятии. Так, сколько у нас здесь, этот листик сюда поближе. Рисую я листики тоже общими массами, да, и я не стараюсь сейчас прорисовать, да, какой-то листочек. Так, здесь у нас он тоже располагается в какой-то части, да, тут спускается и перекрывает, например, часть горшка. Да, здесь у нас тоже виднеется листик с правой стороны, да, он чуть длиннее, чем вот этот верхний, чуть длиннее, чем верхний. Так, приблизительно, да, приблизительно, да, можно там чуть-чуть так его повыше, чтобы просматривать там расстояние, да, то есть вот здесь, например, более широкое положение, да, между листиками, здесь между ними расстояние меньше, да, то есть это моменты, которые просто нам нужно держать всегда в голове. Общими-общими массами мы намечаем наши листики. Без прорисовки потом можно будет взять, например, карандаш помягче, да, и рисовать там чуть-чуть более мягким карандашом. Главное, чтобы получился эффект тоже вот веера, да, как чаще всего расходятся как бы веерообразно данные листочки. Так, этот самый высокий, да, этот где-то здесь, этот здесь. Напомню, кстати, не нужно срисовывать с моего рисунка, да, не нужно срисовывать, я его рисую для того, чтобы вам объяснить какие-то моменты, а не для того, чтобы с него срисовывать, да. Вы рисуете с референса, ну, учитывая какие-то моменты, да, которые я вам там рассказываю, да, на занятии. Какие-то аспекты, этапы рисования, построение, если мы его выполняем и так далее. То есть не путайте эти моменты, да. Это расположение листка, да, какого-то, если вам на моем рисунке не нравится, да, то есть не нужно об этом говорить, да, то есть я свой рисунок сама, да, лично подправляю. Вы смотрите именно на свои рисунки, что вам в нем подправить, как расположить листочки, да, что там по композиции, по массам и так далее. Ну, то есть вы смотрите именно на свои рисунки и работаете с ними. Так, и вот эта, да, часть тоже. Вот тут мы еще потом, конечно же, это образно, тут мы хорошо видим, да, вот это как бы положение, такое немножко дугообразное, да, что одно выше, другое ниже. Линии очень часто, да, такие прям легкие, возможно, там отчасти малозаметные, да, в кадре. То есть это совершенно нормально, когда мы рисуем именно карандашами, да, карандашами, потом я его, конечно же, сделаю поярче, чтобы он был более интересным, более динамичным и так далее. Да, и буду уточнять, и буду уточнять. Сейчас пока, опять же, общий, да, общий рисунок. Так, вот эти массы, да, что у нас такие, они достаточно там крупные. Видите, один листик, другой листик, я его пока тоже по форме не уточняю, да, приблизительно, что они такие немножко вот здесь, да, таким движением дугообразным, насколько здесь у нас выступает, да, вот этот листочек, и куда уходят, да, вот эти вот части, да, куда они там у нас окрепятся. Рассветы между листиками тоже должны быть, да, то есть это не просто много листиков, да, такие однородная какая-то масса, да, у них есть просветы, то есть это создаст там дополнительный воздух в вашем рисунке. Так, это у нас здесь повыше. В тоне, конечно, тоже мы его слегка нарисуем. Да, я стараюсь тоже, напомню, как бы рисую, да, очень часто, достаточно медленно, да, для того, чтобы вы тоже вместе со мной успевали рисовать. Я надеюсь, вы там рисуете вместе со мной. Так, 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 да, здесь у нас тоже листик есть, изгиб, но детали, опять же, я пока не прорисовываю, то есть смотрю только общими, общими массами. То есть и вам советую, то всегда у нас есть вот это правило, когда ведем рисунок от общего, да, от общего к частному. Так, также там взаимосвязь, да, вот этих листиков с вот этими. Нужно учитывать, что, например, вот эти тоже, да, достаточно сильно выступают. То есть я могу какие-то дополнительные линии проводить, да, чтобы сравнивать вот эти части. Там смотреть по массам, то есть у нас должно появиться ощущение, что это все-таки такие крупные листы в горшке, да, стоят в горшке. То есть не должно быть такого, что, например, вот у нас горшок, ну, вот так пониже, да, нарисую, вот у нас, например, крупный какой-то горшок. Не должно быть такого, что у нас там растение такое вот маленькое, да, получается такое крохотное. Да, у нас в данном случае такой достаточно огромный, да, большой лопоухи, как их еще называют, да, в народе. Так, в целом, общим, да, еще все эти моменты нужно будет уточнить. По массам, да, по массам там можно уточнить, там, горшочек. Так, да, здесь он будет скругляться и, возможно, немножко будет покороче. Смотрите также именно в свои рисунки, да, именно в свои рисунки, что у вас там получается. Так, вот эти линии, то есть чуть-чуть, да, подредактировать, но давайте сначала еще наметим дальний план. У нас рисунок наш в интерьере, да, и потом уже все остальное будем уточнять. На дальнем плане у нас будет шкафчик, то есть мы попробуем с помощью штриховки, с помощью тона показать, что это именно дальний план, да, чтобы он не выдвигался, например, на нас. Посмотрим, какая там должна быть проработка в деталях и так далее. Так, ну, шкафы, да, на дальнем плане, вот линии параллельны там между собой. Параллельны между собой, так, здесь он с этой стороны тоже чуть-чуть у нас там виднеется, чуть-чуть виднеется, может пройти там где-то тоже за листиками. За листиками я этот шкаф вырисовывать не буду, там мне еще кажется, что что-то там торчит и так далее. То есть чуть-чуть продолжим. По-моему, угол комнаты. Ну, я считаю, что это часть, вероятно, там шкафа, что-то, вероятно, висит просто вот как продолжение, как ножка шкафа. Так, дальше, дальше у нас есть дальняя линия комнаты, да, здесь уже вот именно эта линия у нас есть стена, да, и, конечно же, есть пол, на котором располагаются все предметы. То есть эта линия нам тоже нужна, да, то есть как бы плоскость, на которой стоят предметы. Так, у нас также есть ковер, да, который тоже вот у нас виднеется, и он как бы уходит тоже там за края. Да, у меня здесь, например, вот чуть-чуть больше расстояния, допустим, чем на фотографии, да, для того, чтобы листочки не упирались в края листа. Да, но, опять же, разные варианты, разные возможности, да, мы вот здесь рассмотрели, да, что эти края, вот эти, да, могут быть ближе к предмету, могут быть еще дальше и так далее. Как посчитает, соответственно, художник, да, как посчитает нужным сделать именно художник. Так, тени, это у нас потом, да, там шторы, тоже мы их сильно не будем, мы будем вырисовывать, так как они на дальнем плане, на дальнем плане, слегка мы их, конечно же, намечаем, да, так как все-таки этот объект, да, там присутствует. Тут вот, кстати, да, тоже много вот этих мелочей, тоже можно будет посмотреть, нужны ли они, да, то есть это тоже можете посмотреть там каждый, как вам, например, захочется с ними рисовать, без них, но это тоже мы вот в начале занятия проговорили. Так, здесь я сделаю меньше, меньше по композиции, да, потому что листики у меня идут досюда, да, то есть длиннее, я думаю, он уже не будет, поэтому здесь вот подрежем вот эту часть, да, когда мы делаем именно какой-то поиск, намечаем такое окошко, мы эти линии можем перемещать, искать в своем рисунке гармонию, да, вот это можно подстерить, то есть чтобы не рисовать, да, не придумывать, что там еще с кроватью происходит, да, но я тоже намечу вот эти как бы лежащие одеялки и так далее, да, не важно, что именно это лежит, нам, как художникам, в первую очередь важно там по массам, по пропорциям и так далее все эти моменты там наметить, изучить и так далее. Подушечка, подушечка здесь очень интересно тоже вписывается, то есть тоже можно ее, конечно же, там наметить, да, как она выглядит, такая вот немножко скругленная, да, вот в верхней части, но приплюснутая, да, скругленная, но приплюснутая. То, что там эллипсы лежат, да, в основе, но мы опять же не делаем какого-то чрезмерного построения, то есть чуть-чуть она может быть там под наклоном, но легкими линиями, да, легкими линиями, чтобы тоже не выходила эта подушка на там передний план, да, и так далее. Так, какая-то часть тоже там кровати, допустим, да, или это может быть диван и так далее. Так, какие-то там, да, тоже ломанные линии, да, то есть нет нигде в рисунке, где я бы рисовала там, ну, просто вот так, да, когда, бывает, берут, ведут так вот плавную какую-то линию, да, то есть я всегда изучаю форму, то есть здесь пошла линия, например, так, здесь так, да, и как она там потом меняет, да, свое положение, то есть чтобы именно вот изучить, да, какой-то момент, а не нарисовать его просто как-то вот так, да, в единую просто какую-то ровную линию. Так, шкафчик, да, здесь можно будет слегка наметить, мы больше с ним работать будем в тоне, так, тут вот еще, да, какая-то вот загогулинка у нас располагается. Опять же, можно ее рисовать, можно не рисовать, да, ее красивую, нужно по форме, да, красиво там как-то зафиксировать. Напомню, да, у нас нет цели создать там точную копию, да, мы должны перенести там какую-то идею, задумку, какое-то настроение, да, и так далее, то есть показать, что нам понравилось именно в данном рисунке, да, это могут быть, там, каждого из вас, да, могут зацепить там разные вещи, да, в этом рисунке и так далее. Так, справа еще композиционно, да, у нас как бы уравновесится, да, левая часть, то есть у нас сейчас с левой стороны достаточно много элементов, конечно же, мы будем создавать равновесие, да, у нас добавятся здесь элементы шкафчика, да, тоже очень детально нам ручки вырисовывать не нужно, и, например, тени, да, тени у нас тоже часто как часть композиции. Давайте пока вот сверху. Ну, мне вот эта вот штучка достаточно нравится, то есть я ее могу наметить, да, вот в этом углу, но она будет совсем такими легкими-легкими линиями и в тоне, да, тоже будет решаться прям легко, легко, да, как бы на дальнем плане. Интерьер у нас же обычно наполнен, да, какими-то деталями. А вот, вот эту вазочку еще не знаю, да, вот, например, каждый художник сам для себя, да, считает, там, вот какие-то совсем мелкие элементы их прям убрать или прорисовывать. А также степень законченности рисунка, да, у каждого художника своя, каждый художник сам решает, когда его работа закончена, а когда нет. Так, шкафчик, да, ну, там три, три деления, ну, наметим также, да, что их там три, здесь толщина еще есть, там вот этот элемент, да, еще есть, то есть легкими линиями. Не нужно очень долго это все вырисовывать, да, у вас тоже пока очень часто есть вот это стремление прям все детально нарисовать, да, наоборот, нужно учиться именно обобщать, а не рисовать там детали и копировать фотографию, да. Напомню, у нас нет цели копировать фото. И также, если вы заметите там рисунки художников, надеюсь, вы в свободное время их просматриваете, то есть вы должны развивать насмотренность, поэтому нужно наблюдать, да, за работами художников, смотреть, как они решают, и то есть вы всегда увидите, что, например, рисунок, который получается от руки у художника, да, он может в какой-то степени отличаться от реальности, да, потому что когда мы рисуем, у нас нет цели нарисовать как фотографию. Да, очень часто, кстати, ошибочное явление, когда там, например, вот с живописью очень часто происходят такие проблемы, бывает, что люди ценят, когда живопись, там, говорят, о, вот этот пейзаж прям как фотография получился, да, это, наоборот, неправильно, да, это плохо, не должно быть, это прям точно похоже быть на фотографию. То есть понаблюдайте, да, тоже рисунки художников тоже в этот момент увидите, что никогда не стоит передать вот точную копию, как тоже вот иногда у нас на занятиях этот момент проскакивает, да, у некоторых слушателей, что хочется прям точно, да, копировать. Этого делать не нужно. Так, намечаем, 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 где там какие-то элементы тоже, потом можно будет доработать. Давайте наметим вот эту падающую тень, я немножко как бы подожду, да, то есть напомню, как у нас выстраивается занятие, кстати, мы еще не вырисовывали, да, там листики, горшок, столик, не детализировали. Плюс помните, что вы как бы наклоны видите, да, вот линии немножко в кадре иначе, да, то есть сейчас тоже видно, что эта часть немножко крупнее, это чуть-чуть ниже, но это только если вы тоже через камеру посмотрите на свое изображение, только тогда увидите эти моменты. То есть не уточняли мы еще этот рисунок, да, в общем, в общем намечаем. А, я хотела напомнить, как у нас выстраивается занятие, то есть напомню, да, то есть я там рисую, показываю, потом оставляю время, ожидаю, когда остальные тоже успеют нарисовать, да, какие-то моменты уточнить. Напомню, смотрите, не на мой рисунок, а на референс, да, на референс. А также, что я хочу посоветовать, не срисовывайте с рисунков других художников, да, как бывает, там увидим, например, рисунок яблока в интернете, да, и пытаемся просто что-то похожее нарисовать, не нужно, да, то есть поставьте лучше яблоко и нарисуйте его с натуры. То есть копию, если делаем, да, это копия, да, но с моих рисунков копию делать не нужно, да, это как бы учебный процесс, да, это не шедевр, с которого можно сделать копию. Хотя тоже, да, может по-разному получаться, у вас может один рисунок получиться очень хорошо, да, какой-то быстрый другой рисунок получится менее хорошо, то есть это всегда так выстраивается творческий процесс, что может что-то получиться лучше, что-то хуже. Этот процесс непредсказуем, да, даже у опытных художников, да, иногда получится что-то тоже интересное, да, иногда работа может не получиться, да, от этого никто не застрахован, то есть это совершенно нормально. Тени тоже смотрим на глаз, да, просто хочу все элементы, все элементы композиционные, да, как бы наметить. Вот эту вазу, пока не знаю, кажется, лишний элемент, вы можете ее наметить. Так, тени, да, чуть-чуть сильнее, да, под углом, то есть у нас немножко против света даже, да, как бы вот эта часть, но все равно по теням мы видим, да, что слева, но с правой стороны тоже, скорее всего, есть окошко, да, тут свет у нас появляется достаточно контрастно, вот здесь листик выглядит на вот этом шкафчике и так далее, да, то есть по тону нам нужно вот это состояние тоже передать. Простите, пожалуйста, а вот мне кажется лишним, ну, может, я ошибаюсь, на своем рисунке именно, лишние подушки, вот эти на кровати, все эти одеялы подушкой, то, что дома от меня вылезает. Уберите. Прям вы имеете полное право вот это даже не рисовать. Попробуйте. Ну, то есть интерьер не стоит передать, детализировать и научиться это делать, фон детализировать. Да, да, то есть у нас нет, да, то есть тем не менее, да, какие-то элементы интерьера оставляем, да, то есть, например, если у вас вот, допустим, совсем вот здесь мало места, да, и как бы вот эти как-то, если вы видите, что по композиции, ну, не очень они здесь вписываются, вы имеете право их прям убрать, да, но при этом можно, да, оставить намек на там вот эти шторы, да, можно оставить вот этот дальний там шкафчик, коврик, там линию стены, где она, вот это она у меня, вот, то есть переход, да, от стены к полу, то есть какой-то намек на вот интерьер оставить, вот, а так подушечки, да, вот это, если вам как-то не нравится, как они тут торчат, вы имеете полное право их убрать. Спасибо. Да, да, то есть не стоит, да, не стоит задача сделать точную копию данной фотографии, да, мы можем что-то чуть-чуть перемещать, можем какие-то элементы прям убирать совсем, да, у меня просто здесь, например, много пространства, да, поэтому я их там оставила, ну, и плюс, чтобы там какие-то моменты, конечно же, там вам всем показать. Вот, а так, конечно, главное совсем не изменять, да, да, вот как бывает, там, например, у нас тут растение, тут шкаф, а вот как было бы неправильно, если я так, ну, этот шкаф я хочу сделать не справа, а слева, да, то есть уже такая выдумка идет, вот так, конечно, не нужно. Или прям листики, да, там, прям совсем менять их положение, да, там, допустим, так, мне не нравится, как лежит этот лист, возьму его совсем по-другому нарисую, да, вот так мы не делаем, да, прям совсем что-то вот выдумывать и допридумывать, так не надо. Вот, а вот какие-то элементы убирать, это совершенно нормальная практика в рисовании, особенно в скетчах. Вот, так, что там тени, да, тени тоже на глаз, то есть не надо их там выстраивать, да, как-то выстраивать, вырисовать, то есть на глаз тоже, как они там имеют свое положение, какое, ну, то есть тоже расширяется. Здесь у нас линия тоже легкими линиями, потому что тень – это не какой-то там объект, да, в нашем рисунке. И будем потом немного уточнять, да, вот у нас 12, то есть постепенно тоже вот намечайте, и сейчас уточним после этого свой рисунок. Там какие-то элементы, тут может быть тень, да, может быть, у вас край листа вот здесь располагается, да, и вы не будете вот это вот много вот этих вот линий, теней рисовать, да, то есть тоже нормально. То есть кто-то может, наоборот, побольше взять здесь расстояние, да, кто-то вот так поменьше. То есть можно, да, двигать, не стоит цель прям вот точно, как вот фотография. Тем более как бы с натуры, да, мы когда рисуем какие-то элементы с натуры, у нас, конечно же, не будет, да, каких-то краев. То есть мы, если видим комнату, да, то мы видим всю комнату. Вот, то есть это чисто вот у фотографии, да, вот эти края есть, но мы на них не обращаем никакого внимания. Скажите, пожалуйста, а мы сейчас вот рисуем все время твердомягким, да, или можно уже менять? Можно, можно, да, можно поменять, взять мягкий карандаш. То есть, конечно же, можно. Можно вообще было бы начать сразу рисунок, например, мягким карандашом, например, б, то есть это никак не возбраняется. Вот, единственная вот в чем разница, я, например, начинаю с hb, да, то есть просто чтобы, ну, например, более мягкие карандаши, если там 3b, у меня сразу бы там где-то начинались, да, я бы где-то случайно задела рукой, там еще что-то. Немножко бы пачкался лист, да, потому что мягкий карандаш очень легко растушевывать. Поэтому я беру именно сначала от hb, но, например, можно и сразу мягким карандашом, да, можно сейчас поменять, перейти на более мягкий карандаш. Вот, то есть, да, да, совершенно, конечно же, конечно же, можно. Так, линии тени, там их совсем слегка видно, поэтому мы как бы будем делать на них намек, да, что они там, тень эта есть, да, похожая, там, например, на вот эти ножки столика и так далее. Да, выстраивать прям построение, выполнять тени у нас, конечно же, нет задачи. Просто легкими-легкими линиями его будем намечать. Так, на ковре есть рисунок, да, я, например, его тоже рисовать, конечно же, не буду. Ну, особенно бывает какая проблема, да, если мы очень детализируем какую-то часть интерьера, которая на дальнем плане, да, у нас дальний план может вылезти на передний план, да, так нам делать не нужно. То есть на ковре рисунок, да, я выполнять, конечно же, не буду. Если нам нужно, да, если вы, например, пришли в интерьер, и вам там понравился именно ковер, именно рисунок на ковре, то просто его тогда лучше именно нарисовать отдельно только ковер, да, поизучать рисунок, там, какие-то элементы, детали и так далее. Да, то есть всегда нужно понимать, какой объект самый главный. Так, ну что, буду дальше, да, продолжать, там, на дальнем плане. Они обобщенно могут оставаться, да, там, приблизительно тоже одеялки. У меня даже чуть-чуть слева побольше, да, расстояние. То есть там какие-то элементы, конечно, можно наметить, да, но не прорисовывать там с какими-то деталями. Также никогда не давите очень сильно на карандаш, да, чтобы легче было потом стереть. И напомню, если мы можем делать даже очень быструю зарисовку, мы потом с вами тоже потренируемся прям быстро и быстро делать рисунки. И там мы возьмем прям мягкий карандаш. Это потом тоже у нас будет на занятиях. Так, 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 подушку я прям так вот оставлю, такой вот обобщенный, да, такая вот лепешечка. Можно было, может быть, просто удлинить чуть-чуть ее, да. Так в целом просто передать нужно ее настроение, да, в точности не копировать. Но, тем не менее, она должна быть, да, вот как она вытянутая, именно вот по горизонтали, да. Если я эту подушку нарисую прям круглой, да, вот это, конечно, будет уже ошибка, да. То есть, а так вот ее настроение вытянутая именно подушечка там по вертикали, да, такая приплюснутая, да. Опять же, точную копию подушки выполнить у меня, конечно же, тоже целей нет. Вот так, 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 да, буду намечать, да, вот этот горшочек, да, у него линии вот здесь почти параллельные, да, а снизу закругляются. Столик тоже, да, он пока совсем, совсем прям намек на столик. Тоже его нужно будет уточнить. Так, у горшка, да, тоже эллипс более закрытый верхний. И все эллипсы мы, конечно же, не будем с вами рисовать. А, ну здесь за растением. Ну, я не буду тут лишний раз бумагу, например, да, немножко замусоливать. Так, здесь за листиком нарисован, но потом можно будет чуть-чуть подстереть, да. То есть избегайте таких моментов, когда вы очень часто одно и то же место вот стираете, да. Не нужно. Всегда нужно понимать, в какой момент остановиться, да. Не нужно прям вот там сделали листик, так, ну не совсем похож, там, сотру, да, нарису заново. Так, опять не похож, сотру, нарису заново. То есть так не надо, да, постоянно перерисовывать. Лучше взять новый лист и прям заново еще раз попробовать порисовать. Так, детального построения я не делаю, да, иногда может даже левая, правая, да, сторона немного отличаться, ну совсем чуть-чуть. Да, именно в скетчах могут быть такие моменты. Так, столик. Каждую деталь у столика я вырисовывать тоже не буду, да, то есть как бы скетч, да, он часто такой более обобщенный. Да, вот есть, когда мы выполняем рисунки длительные, там, например, какая-то постановка, да, натюрморт, который мы, например, рисовали бы 8 часов, да, вот там у меня была бы цель сделать точную там композицию, построение, каждую деталь нарисовать и так далее. Да, то есть нужно разделять вот эти вот виды, виды рисунков. Так, ну, может быть, даже вот побольше можно было бы сделать, потом посмотрю, намечу вот эту часть, да, вот здесь вот по краям, да, возможно, можно еще чуть-чуть добавить, да, то есть постепенно смотрю. Но если я здесь добавлю, да, то и здесь чуть-чуть. Ножки можно уточнить там и так далее, да, то есть теперь тот этап, когда мы там уточняем, например, да, свой рисунок. Ножки имеют толщину, да, мы ее тоже потом наметим. Так, вот это будет чуть-чуть пониже. Сейчас я проверю, да, то есть тут немножко они под наклоном, да, вот это вот это не на одной линии. Да, вот это более такая вот скругленная, да, вот это такая менее скругленная, да, то есть такое состояние. Так, уточним, да, посмотрим там линии. Опять же, напомню, не нужно как бы вырисовывать одну и ту же деталь, да, очень долго. Если вы заметили, что на одном месте очень долго вы стоите, то значит, нужно переместиться на другой какой-то кусочек вашего рисунка. Да, мы помним, ведем рисунок в целом, да, весь, весь сразу. В скетчах, кстати, есть еще такой момент, если будет что-то, например, не устраивать, да, я, например, с помощью тона могу какие-то моменты тоже там подредактировать, да, с помощью тона. Так, этот эллипс тоже можно, да, наметить, наметить, он тоже будет иметь там толщину. Эллипсы, смотрите, там, ну вот они, где бы мы их ни видели, да, нету каких-то острых эллипсов, да, то есть вот так и вот так. Да, то есть когда по краям у нас создается такое острое состояние, да, так делать не нужно. Прямо построение детального эллипса мы с вами не делаем, да, мы на одном из занятий начальных, да, первые занятия мы прямо с вами изучали построение эллипса. Да, теперь в скетче мы их рисовать стараемся более быстро, то есть мы прямо без построения, да, можем вот так намечать вот это эллипсообразное движение, да, то есть когда мы рисуем скетч, нам, опять же, построение детальное нужно не всегда, да, мы должны уметь и быстрые рисунки делать и более длительные. Ну, у нас с вами именно на основах рисунка прям каких-то очень длительных постановок нету, да, которые там, например, длились бы несколько занятий, да, такого нет. Здесь мы изучаем именно быстрые, да, быстрые рисунки, да, то есть вот, да, от руки без построения оно такое вот как бы более приятное, мы должны создать эллипсообразное движение, при этом его тоже не нужно вырисовывать прямо до идеала, да, там, прямо до идеала. Так, что у нас здесь дальше? Давайте я посмотрю тоже, что тут происходит. Толщину, да, можно будет намечать и листики. Для меня самое интересное и акцент на чем будет, это именно листики, да, они такие динамичные, такие рельефные, интересные, да, то есть у меня акцент будет именно на них, то есть как бы они самый главный здесь персонаж, да, не столик. Так, приблизительно, да, конечно же, я не буду там переносить, напомню, каждую деталь, да, каждый элемент. Так, чуть-чуть добавлю толщины ножкам, да, они у нас не слишком тоненькие, не слишком толстенькие, то есть тоже вот приблизительно в их толщину попадаем. Напомню, потом потренируемся, да, как вот делать прям вот быстрые зарисовки, там, например, будем тренироваться делать там за минуту, за две, три, то есть тоже, чтобы вы понимали, что некоторые вещи можно рисовать достаточно быстро, да, и не нужно все-все-все вырисовывать. Так, да, где-то, если лишние линии, всегда можно там подстерить, да, всегда можно что-то добавить, если нужно добавить. Главное, чтобы эти ножки не получились там слишком, слишком тоненькими. А если вы видите в рисунке лишние линии, то их лучше сразу, да, там убирать и подстирать. Так, и опять же, да, у нас вот цель именно выполнить рисунок за то время, которое у нас имеется. Да, то есть не нужно его потом, например, дома там еще час отрисовывать, да, помните, такой цели у нас нет. Так, ну и эти изгибы там еще можно, да, там какие-то моменты подправлять, я не буду сильно долго, да, их там тоже прорисовывать, как бы углубляться в детали. Здесь вот намек на веревочки. Здесь они тоже чуть-чуть виднеются, да, здесь уже закрытые, да, частью табуретки. Утолщение я еще есть вот здесь, но это тоже можно в тоне, да, показать, где вот ножка переплетена, да, с вот этой эллипсообразной частью. Так, у него есть тоже толщина, но можно, опять же, каждую линию не вырисовать, да, там с помощью тона, например, было бы удобнее, да, эту толщину показать. Так, и напоминаю, смотрим опять же именно на своем рисунке, да, что нам там нравится, что не нравится. Главное всегда анализировать. Анализировать и пробовать по-разному, да, пробовать по-разному, да, пробовать по-разному, потому что если вы, например, боитесь экспериментов, да, то есть это, конечно же, уже не очень хорошо, да, нужно пробовать решать этот момент по-разному. Так, ну веревочки, да, вот эти, опять же, мы можем и наметить просто общее, да, я все переплетения, опять же, там, рисовать не буду, да, просто какой-то намек, что здесь вот есть там некое там утолщение, да, положение вот этих веревочек. Не надо их там каждую вырисовывать. Просто там какой-то намек. Можно с помощью тона, опять же, да, какие-то моменты не вырисовывать карандашом. Здесь вот торчит одна палочка. У меня не будет торчать. Так, какие-то утолщения, да, то есть какие-то элементы мы можем добавлять сразу, а какие-то с помощью тона, да, потом, например, сразу в тоне добавить. Так, вот здесь, например, да, тоже, а у меня вот эта нижняя часть, да, она же просто ровная, тут должно быть тоже закругление. Вот, для того, чтобы там вот как бы несколько, да, вот этих есть полосочек, тоже это с помощью тона было бы тоже удобнее нарисовать, да, и потом с помощью там тона тоже вот здесь вот немножко сделать скругление, да, этих вот штучек. Так, по деталям листики, да, что у нас там по времени, да, то есть уточнить листики и приступить к работе с тоном. Да, напомню, опять же, я достаточно медленно рисую, да, для того, чтобы вы тоже успевали рисовать спокойно, да, напомню, если бы я там в обычной жизни делала там какую-то зарисовку, я ее бы сделала очень-очень быстро. Некоторые моменты даже, как по мне, так долго прорисовываются. Иногда, когда мы элемент очень долго вырисовываем, он может потерять свою какую-то легкость и воздушность. Рисунок у нас должен получаться все-таки таким легким и непринужденным, да, если это именно скетч и такая быстрая зарисовка. Так, давайте листики, да, здесь я больше ничего не буду уточнять, да, двигаться нужно дальше, слишком не детализировать. Так, листочки, да, листочки вот можно тут тоже подправить. Некоторые моменты можно было бы в тоне, конечно же, решить там сразу. Так, здесь они достаточно у нас рельефные, да, то есть этот листик будет не вот таким, да, то есть кое-где мы показываем там рельеф, где-то чуть сильнее волна, где-то линия более прямая, да, где-то снова волна, где-то более прямая, то есть вот они такие разнообразные, да, то есть, конечно, не нужно рисовать листик, где у меня вот здесь есть свободное время, ну, просто вот такими макарончиками, да, одинаковыми слева и одинаково справа, да, то есть просто такой вот одинаковой волной, да, то есть тоже там, посмотрите, где-то более мелкая, да, вот эта вот рябь листиков, а где-то вот уже покрупнее. Плюс, конечно же, в идеале, да, вот каждую волну переносить не нужно, да, не нужно прям в точности копировать, как бы вот эти все изгибы. Опять же, в целом, просто попасть в характер данных листиков, да, то, что они вот заворачиваются, напомню, про завороты мы особо уже не говорим, да, то, что мы прошли на предыдущем занятии. Так, здесь у нас тоже красиво можно, тоже, я надеюсь, у вас открыты референсы, да, чтобы повнимательнее посмотреть, что там с листом происходит. Вот, вот этот, например, перекрывает, да, чуть-чуть этот листик идет сюда. Так, точную копию мне, конечно, делать не нужно, вырисовать каждый лист, да, потому что это еще и будет очень долго, скетч у нас должен быть более быстрым. Вот, поэтому учитесь, учитесь, тоже пробуйте, да, какие-то моменты там убирать лишние. Так, там у нас просвет, листик. Так, 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 с левой стороны. Вот тут, если у вас что-то много нарисовано, да, положите какой-то другой лист, да, и на него поставьте руку, да, если боитесь что-то вот здесь рукой растереть, да, растушевать. Так, не буду, да, пересчитывать все-все-все волнообразные движения, да, слегка, как бы, просто намек буду показывать то, что он у нас там имеет неровную, да, какую-то структуру. Можно, опять же, если хотите, брать более мягкий карандаш. Стараемся, как бы, делать, да, плюс-минус какую-то выразительную форму, да, листика, чтобы каждый листик, он интересен, да, каждый листик отличается один от другого и так далее. То есть ищите какую-то вот интересную форму, да, данных листиков. Можно какие-то полосочки наметить, ну, можно и тоном. Вот эта линия, да, вот у меня такая достаточно прямая, тоже можно подстереть. Можно было бы потом, да, мягким карандашом, опять же, по вот этому, по силуэту пройтись. Я не буду вырисовывать прям точно как на фотографии, да, я буду переносить именно свои ощущения, которые я получаю от этих листочков. Здесь неровности добавить, здесь неровности добавить. Ну, вот этот листик, да, он не был очень ровным. Так, что у нас здесь, да, вот более такая прямая темная линия. Тоже вот если темные линии, да, нам нужно показать. Теперь же можно взять более мягкий карандаш, да, но это мы сейчас в тоне будем работать, да, нам уже нужно постепенно переходить к работе в тоне. Здесь вот тоже быстро покажу. Не нужно вот очень долго как-то вырисовывать, да, опять же, опять же, не нужно очень долго рисовать. Это зависит, конечно, от вашей задачи, да, помните. Какие-то мы можем делать быстрые зарисовки, а какие-то достаточно быстрые. Смотря какая у вас там цель, да. То, что тут такой кривоватый листик, этот выступает туда сильнее. Чуть-чуть даже хочется, конечно, ускориться, да, чтобы этот как бы рисунок достаточно так быстро нарисовать. Потому что иногда, когда мы рисуем более быстро, у нас и линии получаются такие какие-то более воздушные и живенькие, да. То есть не нужно каждую линию прям вот так вот, прям рисовать, прям старательно. Потом в другую сторону, да, то есть прям вот листики так один, так вырисовывать очень-очень долго. То есть не нужно, да, вот легким движением. Легким движением, да, как бы раз-раз и лист появился. Мне, конечно, вот хочется даже побыстрее. Отключайте, пожалуйста, микрофоны на занятиях. Отключайте, пожалуйста, микрофоны. Это очень мешает, это отвлекает. Так, здесь небольшое закругление. То есть напомню, опять же, мы рисуем медленно, потому что мне нужно все моменты объяснить в первую очередь, да, не рисунок нарисовать, да, у меня не в этом цель, а именно объяснить какие-то моменты, да, которые можно себе в свою творческую деятельность там забрать. Для себя что-то интересное подчеркнуть. Так, тут положение этого листика тоже чуть-чуть его побыстрее, лишнее можно что-то подстирать, да, вот тут если много линий появилось, подсотрите, а нужные оставьте, да, вот где вот этот вот листик тут идет. Напомню, я каждую заглаголину листа не переношу, не переношу. Так, вот этот тут торчит. Главное, чтобы листики все отличались друг от друга. Я начинаю чуть сильнее вот давить на карандаш, да, и как бы это растение начинает появляться. Так, здесь достаточно тоненький листочек должен торчать. Возможно, я хочу вот так вот уменьшить. Главное передать вот это состояние, ощущение. Здесь вот кривизна вот этих листиков, да, поверх вот этой общей формы, да, мне уже легче добавить вот эти какие-то кривенькие моменты. Когда я уже знаю, где, в каком месте этот лист, да, мне уже намного легче, да, вот эту вот кривизну сюда так добавить. Кстати, какие-то линии, да, вот когда мы намечали, да, что-то изображали, они могут все равно быть видны, да, не обязательно все-все-все там до идеала потом подстирать. Чуть-чуть ускорюсь. В принципе, да, вот именно принцип работы, да, мы с вами обсудили. Ну, как обсудили? Ну, пусть будет обсудили. Вот, просто теперь эти моменты нужно применить, да, в своей работе. То есть динамику, разницу листочков, работу от общего, да, какую-то тоже вот композицию. Главное, чтобы еще листики все вот сводились, да, вот в эту некую часть, да, потому что бывает, когда мы, например, один лист перекрывает другой лист, бывает, что теряется его продолжение, да, какого-то листика, и он прикрепляется где-то не в том месте, да, то есть все рисуем листики и помним, что, да, я могу вот здесь рисовать, но все равно представляю, куда он в итоге у меня придет, да, даже если не видно, да, его вот там продолжение, потому что одни листы перекрыты другими. Одни листы перекрыты другими. И также напомню, да, на занятиях старайтесь тоже рисовать побыстрее, да, я каждый раз буду вам про это напоминать, потому что не нужно как-то очень долго. Конечно, скорость тоже придет там со временем. Так, вот тут такой вот прям разнообразный, да, кривоватый тоже. Просто вот как бы его характер стараюсь передать, не срисовывая каждую волну. Просто я смотрю, что где-то волна меньше, да, где-то больше, но тут даже немножко дробный такой. В кадре обычно даже более обобщенно смотрится. Сейчас я немножко подуберу. Даже слишком много деталей обобщу, обобщу рисунок. И вот здесь тоже, да, тоже хочется обобщить, обобщить. Нарисовать детали обычно проблемы никакой не составляет. Но также помните, да, у нас не стоит всегда какая-то, у нас еще, по-моему, ни разу не было на занятии, чтобы у нас стояла цель именно какую-то деталь нарисовать на каком-то предмете. Так, ну этот листик тоже побыстрее, да, зарисовать, чтобы начать в тоне, да, чтобы начать в тоне, чтобы в тоне успеть. Опять же, да, вот, например, может показаться, что много деталей, да, но мы их должны уметь рисовать вот быстро, да, опять же, не нужно там вырисовывать каждую деталь, там, неважно, один лист рисуем или целый куст. Мы иногда можем один листик, да, рисовать дольше, чем куст, да, то есть какое-либо изображение мы можем рисовать этот же натюрморт, да, вот то, что фотография, я могу рисовать одну минуту этот рисунок, и он будет законченным. Я могу рисовать его пять минут, да, он тоже будет законченным. Могу рисовать два часа. Могу рисовать его восемь часов, да, то есть любой рисунок мы можем рисовать там очень быстро или очень медленно, да, тут нигде на них никогда, там, или на пейзаже, да, никогда на них не написано там, что вот это надо рисовать сколько-то часов. Мы с вами выбираем, сколько часов мы будем рисовать тот или иной объект, да, там, кубик гипсовый или целое какое-то архитектурное сложное красивое сооружение, да, которое тоже можно, куб рисовать можно восемь часов, да, а сложное здание нарисовать за пять минут. Так, ну что, ну что, давайте двигаться, наверное, дальше. Хочется уже в Туне поработать. Да, простите, пожалуйста. Я смотрю, у вас ваш рисунок, все включает в себя там, и сам цветок, и подставка, и фон также отрисован. Именно так нужно изображать? Или только цветок можно, допустим, или он, рисунок полный должен быть? Ну, про это мы тоже, тоже отвечала уже на этот вопрос. Да, простите, не слышала. Выключался звуками. Да, ну давайте я буду параллельно вести свой рисунок, да, потому что, да, могу не успеть, то есть параллельно буду нутовать и рассказывать. А так, сейчас я перед тем еще как начать, то есть я уже могу взять более мягкий карандаш, да, более мягкий карандаш, да, и рисовать в Туне мы тоже будем стараться быстро. Так, что у меня здесь есть? 2Б, да, это, конечно, не самый темный, но тем не менее, да, тоже удобный для рисования карандашик. Можно всегда потренироваться вот так, да, в краю листа, какие-то сделать вот зарисовки, подчерпушки, просто вот как вам поставить легче руку, да, как штриховать и так далее. По форме, напомню, мы особо тут выштриховывать не будем, да, по тону. По тону, и в первую очередь у нас стоит задача подчеркнуть то, что на первом плане, и то, что на дальнем плане сделать обобщенно. Ну, я пока начну проштриховывать, и еще такой просто момент. Самые светлые оттенки у нас именно на вот этом главном объекте, самые светлые. Поэтому, несмотря на то, что там белые стены, белые занавески, да, белое, ну, одеяло, допустим, да, то есть я это все равно буду все проштриховывать, потому что все равно они не белые, да, они имеют тон, да, они даже темнее, чем, например, вот тот свет на ковре, да. Поэтому, когда вы видите какой-то светлый объект, помните, что мы все равно его можем проштриховывать. При этом держим в голове, что самое главное, что самое светлое. У меня это листочки, да, какой-то акцент на горшке будет, столик уже второстепенный. Вот, и, например, здесь мы тоже, например, стену, да, как проштриховывать, главное нам в тоне, в тон попасть. Я, например, выбрала штриховку вот так, просто вот как сверху вниз, да, когда мы проштриховываем. Чуть-чуть буду залезать на лист бумаги, да, вот, ой, лист растения, да, если мы будем чуть-чуть на него залезать, ничего страшного, потому что этот листочек темный, да, я потом просто темным фоном, темным тоном, извиняюсь, когда начинаю спешить, да, иногда заговариваюсь, то есть я этот лист еще там проштрихую, да, и не будут каких-то вот лишних деталей видно. Так, пока мы спокойно просто проштриховываем весь фон. Расскажу также про детали, да, у меня вот тут, например, вот эта штучка намечена, шкафчики. Так как у нас сегодня на занятии задача именно порисовать с интерьером данный рисунок, поэтому я некоторые элементы интерьера прорисовывала, да, вот эту штучку, шкаф и одеяло, да, напомню, одеяло, например, если композиционно как-то вам не нравится, как они здесь торчат, просто убираем, просто убираем, не рисуем вот эту часть. Но некоторые элементы все равно оставьте, да, ну, хотя бы шкафчик, да, хотя бы шкафчик, линию перехода от стены к полу, может быть, ковер тоже оставьте. То есть какие-то элементы интерьера все равно должны присутствовать, должны присутствовать. Вот вазу, вот здесь вот ваза с вот этим цветочком торчит, я ее убрала. Ну, как бы вот это лишнее движение не хочется сюда добавлять, да, потому что оно напоминает движение вот этих листиков, да, не хочется вот тут повторений, поэтому я его убрала. То есть элементы интерьера присутствуют, да, но могут присутствовать не все, могут присутствовать не все. Вот тут тоже сразу все обобщаю, сразу все обобщаю. Напоминаю, это скетч, то есть мы должны работать быстро, не вырисовывать там как-то очень мелко, тоже старайтесь работать побыстрее, да. Опять же, у нас не стоит никогда задачи на занятиях сделать там как-то идеально, да, как-то еще, потому что у нас, ну, вот это вот понимание идеала, да, в голове у каждого свое, да. У нас цель за вот оставшееся время, например, вот полчаса, да, вот быстро весь рисунок, да, проштриховать, не надо пугаться. Напомню, этот рисунок вес даже за одну минуту можно нарисовать, да, просто, конечно же, за одну минуту там еще меньше было бы деталей, да, а если бы я там, ну, рисовала, здесь мы рисовали два часа, да, то есть побольше каких-то элементов, но я опять же рисую, да, помедленнее специально просто, чтобы вы тоже успевали. Но при этом не вырисовывайте что-то слишком долго. Смотрите, еще момент, когда мы работаем в тоне, видите, я всю стену просто вот проштриховала. Вот этот элемент мне, конечно же, нужно, чтобы он тоже появился. Все ворсинки я прорисовывать не буду, но этот элемент, что он там есть, да, я вот так поверх этого тона, то есть методом наслоения сюда добавлю. Идеально ровные, вот тут линии, конечно, не нужно рисовать, да, потому что все равно такая вот немножко неровная вот эта часть. Главное тоже не детализируйте, не детализируйте. Просто вот то, что у нас вот какая-то вот такая вот штучка, элемент декора, да, можно тоже где-то чуть-чуть темнее, где-то чуть-чуть светлее, да, вот сейчас вот так вот добавлю где-то, чтобы в кадре просто было видно. Вот что-то светлее, что-то темнее – это максимум, максимум проработки. Не надо деталей. Учитесь обобщать вам, если вы вот проникнетесь вот этим моментом обобщения, вас потом от этого будет невозможно оторвать. Так, с левой стороны, да, тоже все вместе сейчас с одеялами, да, буду проштриховывать. На одеялах единственное, может быть, где-то что-то оставлю посветлее. Так, пошустрее только хотелось бы, да, я каждую линию очень долго не буду вырисовать, как-то показывать, да, штрих параллельный между собой. Я выбрала направление сверху вниз, да, вот такое направление. Тоже все художники рисуют по-разному, да, можно увидеть разный стиль, разный подход, разную штриховку, да, кто-то специально делает что-либо поконтрастнее, да, чтобы какой-то свой стиль показать, подчеркнуть. Кто-то, например, делает очень нюансно, кто-то, кстати, штрихует, вот просто весь рисунок может штриховать под одним направлением, да, вот так сверху вниз, но при этом создать красивый объемный рисунок. Мы тоже потом посмотрим с вами, да, разных художников, разных примеров. Вот, сегодня у нас был рисунок в интерьере, поэтому мы не начинали с просмотра работ художников. Так, вот здесь одеяло я тоже под одним направлением все проштриховываю. Это дальний план, он должен быть обобщенным. Обобщенным, да, самые светлые, напомню, вот будут какие-то блики, блики на листочках и светлые, вот здесь вот горшочек, можно тут вот светлых тонов оставить. Остальное должно все смотреться достаточно мягко. Единственное, там, например, вот этот кусочек, да, там чуть-чуть потемнее, вот я его слегка потемнее сделаю. Так, вот это тоже, они там сближенные, например, по тону. Каждую линию шторы, да, тоже не буду вырисовывать. Там вот намек на штору, да, то есть вот разделяю. То есть я не линиями, да, вот вырисовываю каждый элемент, а с помощью тона. Занавеска закончилась, да, тут вот немножко тень от занавески, все, ну, получается, разделили. Там, например, ткань от стены. Но, опять же, дальний план просто цельно, цельно по пятну. Я знаю вашу любовь к деталям и хотелось бы от этого отучить. Елена, можно задать вопрос? Конечно. Допустим, есть какая-то поверхность, и вот мне надо ее заштрихать, ну, такой тон, такой фон создать, вот просто поверхность. И я начинаю штриховать, вот даже вот, допустим, как вы, вертикально. Я так себе это представляю. Но, понимаете, не каждый может, например, высоте, для этого штрих должен быть такой же, как высота этой поверхности. А если штрих меньше, вот там, где встречается... Не обязательно. Нет, не обязательно. Что ты делаешь? То есть штрихи могут быть не обязательно вот какими-то очень длинными. Да, у меня здесь, например, я вот досюда шла. То есть вот досюда, до вот этой части штриховала. Потом вот сюда вниз спустилась, вот так проштриховала. Да, потом снова вниз спустилась, проштриховала. То есть нет, не обязательно, чтобы он прям цельно сверху вниз был. А ничего, что видна граница вот между вот этими такими слоями такими-то получается? Это ничего страшного? Нет, в целом ничего страшного, но, например, это тоже, конечно, зависит от ваших предпочтений. То есть кто-то любит, я просто рисунки очень часто рассматриваю художников, то есть кто-то прям любит, когда есть вот эта граница, вот одна штриховка, вот другая штриховка, и между ними видна вот эта вот граница. Я, например, стараюсь штриховать чуть мягче, да, то есть, ну, например, вот здесь, то есть, например, вот более мягкие линии, да, и насваиваю один штрих на другой, но там, где они пересекаются, я стараюсь просто сильно не давить, то есть некая граница, она оставаться все равно может, но желательно, чтобы это не была вот такая прям жесткая граница, хотя это тоже как бы дело вкуса, да, какие-то такие вот мелкие элементы. Если не нравится жесткая граница, то есть можно, но опять же, когда вы штрихуете, я так сейчас переверну лист, то есть вот когда вы штрихуете, да, то есть вот один слой мы прошли, да, например, штриховки, давайте чуть-чуть поярче, то, мне кажется, там вдруг не видно. Вот один слой, да, потом я, например, спускаюсь, следующий слой наношу, но я стараюсь как бы вот здесь как бы заползать, да, на предыдущий, то есть методом наслоения это так, это так, следующий тоже методом наслоения, но вот здесь не передавливать, да, то есть я могу, если вижу там очень темная линия, чуть-чуть вот ниже спуститься и тут вот ниже продолжить штриховать, то есть и тогда какой-то сильной границы нет, еле-еле какая-то будет видна, потому что это тоже скетч, то есть особенно если мы быстро рисуем, то есть в целом в этом нет ничего страшного, но они тут тоже вот еле заметны, да, вот тут видно, что здесь вот одна штриховка, здесь вот следующий начался слой, чуть-чуть как бы вот эта граница есть, но она вот в скетче никак не мешает, но если вам мешает, можно, конечно, там, например, взять клячку, да, что-то подстереть, но очень много эластика я не советую вот использовать по всему рисунку, он может пойти такими пятнами светлее, темнее, светлее, темнее и так далее, вот, поэтому это... Нет, спасибо большое, мне ничего не мешает, я просто учусь, я спрашиваю. Да-да, нет, я это в целом, да, в целом, я, конечно, не имею в виду, что я прям знаю, что вам там что-то мешает, что-то не мешает, ну, конечно же, я об этом не знаю, просто как вот о всех, да, в вариациях рассказываю. Вот, а так, да, пробуем мы, я думаю, прям на следующем занятии тоже посмотрим рисунки разных художников и перейдем еще к пейзажу, к пейзажу, и тоже будем изучать штрих, да, как можно штриховать там плавно или более четкие переходы и так далее. Так, дальше, да, постепенно тоже там тени падающие можно там от подушки, да, тут тоже есть, тоже можно быстрыми линиями, да, тоже там проштриховать, там чуть-чуть затемнить. Тоже я не стараюсь прям каждую детальку вырисовывать, можно менять направление, да, вот тень, я ее сильно не вырисовываю, а просто как бы намек, что вот тень от подушки есть. Тут, конечно, на подушке, да, можно тоже показать чуть-чуть цвет тени, да, минимально, но эта подушка все равно на дальнем плане, поэтому я ее не буду сильно как-то вот вырисовывать. Да, то есть делаем тоже быстрый рисунок, но при этом, ну, то есть как такое некое упражнение, да, светлее, темнее, да, по композиции. Так, листики, да, можно сразу тоже вот здесь штриховать, чтобы, ну, вот тут проштрихуем, да, можем вот рукой затирать, чтобы такого избежать, можно вот сразу и листики, да, подкреплять к нашему общему рисунку, главное силуэт вот листочков не потерять, если вы их наметили так красиво, динамично, как-то эстетично, да, то есть не потеряйте силуэт этих листочков. Листики у нас темнее, да, то есть по тону, это тоже будут самые темные части, самые контрастные, особенно вот здесь, да, какая темная вот эта вот палочка, и, возможно, потом это 2Б, а можно будет взять еще мягче карандаш, да, и сюда добавить. То есть давайте сразу подкрепляем листики, не обязательно всегда, не обязательно всегда вот так одним и тем же штрихом, да, особенно когда вот маленькие какие-то участки, то есть я могу поменять направление, чтобы не раздробить, да, чтобы не было слишком вот такого прям вот каждый, каждый штрешочек, да, отдельно друг от друга, прям вот так пошустрее, не боимся штриховать, сейчас мы особо не акцентируем внимание, там, например, штрих по форме, да, то есть опять же в скетче мы очень часто можем такие делать быстрые рисунки, направление штриха можно менять, да, например, вот здесь, если я хочу потемнее сделать, использую комбинированный штрих, да, то есть я там, например, сначала вот так проштриховала, потом мне нужно сделать потемнее, меняю направление, да, и следующий слой наношу, и тоновое пятно становится еще более темным. Каждую детальку, напомню, не вырисовываем, характер листиков мы должны сохранить, то есть работаем прям по пятну, растительность эта должна смотреться достаточно темной, ближе к краю. Можно задать маленький вопрос, правильно ли я поняла, что самое светлое место на нашем рисунке это вот листик справа, правильно? Да, 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 то есть вот это, то есть его прям не проштриховываем, нам нужно его прям там оставить, прям белую бумагу, для того, чтобы это осталось у нас самым светлым тоном. Плюс он у нас еще вылезет, да, по пространству, потому что шкаф, да, он у меня пока одинаковый по тону со стеной, шкаф, конечно же, будет потемнее. Можно вот так сразу, например, сейчас проштрихую. Можно поменять направление, да, вот здесь вот, если маленькие участки нужно проштриховать, меняйте направление, не бойтесь. Ну, это я в целом, в общем, да, опять же, не к тому, что кто-то боится, да, а так вот в целом какие-то моменты рисования. То есть вот шкаф у нас еще чуть-чуть станет темнее, и на фоне него еще сильнее появится светлое пятно на листе. Но при этом, помним, что он на дальнем плане, поэтому листики, конечно, должны быть темнее, темнее, чем этот шкаф. Да, вот сейчас тоже тут побыстрее я его проштрихую. Так, вот здесь еще какой-то кусочек листочка. Как вы видите, опять же, работаю цельно. Я не выбираю, опять же, каждую деталь. Мне нужны эти листики красивые по форме, по силуэту. И мне нужно добавить вот это пространство за счет тона, да, ближе, дальше. Опять же, нету задачи прям каждое-каждое пятнышко на листике, потому что их очень много, да, вот листики, они такие светлее, темнее. Очень-очень много этих пятен нету. Нет сейчас такой задачи нарисовать каждое пятнышко на листе растения. Да, и вот дома, например, самостоятельно тоже будете там что-то дорабатывать. Да, но обычно у нас всегда так выстраивается, да, наш процесс. А так как я могу какие-то моменты там быстрее показать, да, вы можете, конечно же, чересчур не спешить, да, чересчур не спешить, конечно же, и спокойно какие-то моменты дома доделать. Вот тут блечок на листе тоже оставлю. Тоже можно помнить про три тона, да, вот самая светлая, стена дальняя, потемнее, и самый темный – это лист. Ну, тут он не доделан по тону, поэтому, возможно, сейчас разница не видна. Штриховку я оставляю, то есть не растушевываю, то есть оставляю так, чтобы было видно. Штрих. Листики, когда мы цельно, да, решим, можно уже тоже подвыбрать еще там дополнительно, да, вот здесь вот задать вот эту темную линию, да, ее добавить. Такие самые темные, да, вот эти вот части. То есть можно потом поверх вот так добавить эти полосочки, да, то есть разбить чуть-чуть, там посветлее, потемнее. Главное, чтобы оставался вот красивый силуэт, да, динамика. Ну да, вылазит на передний план, да, постепенно наше растение. Так, нам бы еще можно было бы там посмотреть. Ну, можно было бы, да, еще быстрее выполнить первый этап рисунка, да, можно было бы еще быстрее его порисовать. Тоже, я надеюсь, мы постепенно с вами будем набирать эту скорость, да, потому что, напоминаю, я медленно рисую просто для того, чтобы вы успевали, да, за ходом действий, за ходом событий. Так, потом, да, вот эту тоже часть можно потом наметить слегка, да, какие-то моменты, конечно же, можно потом будет затемнить. Силуэт красивый листика, где-то линию по силуэту можно усилить. Да, какие-то моменты, да, можно специально добавить по силуэту, да, какие-то более темные, чтобы придать тоже какой-то жизни и интересности. Главное, чтобы у нас не было обводки у каждого листа, да, вот каждый лист обводить, конечно же, не нужно. Так, фон, да, там еще шкаф где-то у нас просвечивается между листочками, ну, поэтому здесь можно вот еще потемнее, просто очень детально, да, какие-то моменты хочется объяснить, потому что иногда вот этот процесс, да, там, про штриховки, то есть, помните, мне главный смысл, да, какие-то задачи до вас донести, а как бы вот это уже однотипная работа, да, когда просто нужно штриховать, тут уже ничего нового я особо вам не расскажу, поэтому это я спокойно очень часто вас отправляю, да, как самостоятельно тоже доделать, до штриховать, да, потому что мне самое главное донести смысл работы, этапы, особенности, нюансы и так далее. Ну, какие-то моменты можно, да, вот цельное пятно там проштриховали и добавили вот эти какие-то там прожилки, штучки на листике, да, тоже вы видите, здесь вот на данный момент самое темное пятно образовывается, да, потому что и на референции там тоже пятно – это самое темное. Пофиг, видите, тоже цельно нарисован, цельно я даже не старалась его как-то сильно где-то закруглить. Мы об этом тоже потом поговорим, да, вот форму, как передавать вот тоже быстро форму, какие-то моменты тоже мы будем продолжать это все обсуждать, да, постепенно. Так, этот листик не самый темный, да, не самый темный. Так, я его проштрихую средним тоном, видите, достаточно быстро, что и вам советую не бояться, не вырисовывать вот так идеально, прям быстренько взяли, проштриховали, да, какой-то участок. Но это тоже постепенно, да, конечно же, будет все равно приходить, есть там какая-то скорость рисования и так далее. Но быстрые рисунки очень нам часто помогают в раскрепощении, да, там не бояться что-то рисовать, намечать, проштриховывать, потому что качество тоже, качество придет тоже со временем, да, не нужно стараться прям каждую работу рисовать, а там добиваться шедевра, да, этого мы постепенно стараемся добиваться, да, как мы, кто-то у нас тоже сказал на одном из занятий совершенно верно подметим. То есть постепенно, да, нам нужно, конечно, мы стремимся всегда создать что-то интересное, да, какой-то интересный рисунок, интересную вещь, чтобы ее было интересно рассматривать, да, тут вот вазочку немножко проштриховала, тоже средним тоном оставила здесь светлее, здесь светлее, да, листик иногда тоже смотрится достаточно светлым, да, на данном горшочке, то есть вот этот свет, да, просвечивается листик, можно с помощью тона, конечно же, он не везде просвечивается, там какие-то моменты там отделить. То есть опять же у нас сейчас главная задача цельно решить по тону данную работу без детализации, без детализации, тут добавлю немножко, да, вот как низ, такое вот затемнение, там горшок меняет свою форму. Так, вот эту часть тоже можно, да, достаточно быстро тоже проштриховать, так, по тону, там очень много тоновых пятен, да, что-то светлее, что-то темнее, я обобщу, с правой стороны падает свет, с левой стороны падает свет, а с этой части вот здесь у нас темнее, да, то есть у нас почти такой, немножко в контражуре, да, то есть как бы за ним, да, там из окна падает, наверное, свет, окно за цветком, но немножко левее, конечно, и справа тоже какой-то свет у нас, конечно же, падает. Так, стульчик тоже, да, какие-то просто элементы, там, например, акцента мы можем поставить, да, вот в целом пятно прошли, так, я надеюсь, видно, да, что вот тут вот у нас потемнее, а вот тут с краю посветлее и тут посветлее. Опять же, очень быстро, да, старайтесь эти моменты решать и не вырисовывать каждую деталь на стульчике, да, какие-то элементы могут даже остаться недорисованными, да, совершенно, совершенно нормально. Так, столик, да, где-то у нас тут поконтрастнее, тут можно было бы взять еще более мягкий карандаш, да, каких-то добавить, где-то светлее, где-то темнее, да, немножко каких-то элементов. Так, смотрится в кадре как будто очень темные, да, у меня все равно вот эти вот листики потемнее, но есть тоже вот эти очень темные, да, какие-то моменты прожилки. Вот, так, да, главное не перетемнить, конечно же, да, просто все равно есть вот эти вот тона, чуть-чуть потемнее, чем вот тут вот на горшочке, а главное в целом, да, как выглядит работа в целом. Так, листочки, это тоже, конечно, можно достаточно быстро прорисовать, силуэт, да, не теряем, силуэт не теряем, постарайтесь, да, если вот, ну, я думаю, да, то есть тоже я опять же напомню, какие-то моменты очень медленно, да, объясняя, рисую, просто для того, чтобы именно успеть объяснить в первую очередь, да, все основные моменты, вот то, что остальная вот эта механическая работа, то, что просто доштриховать, да, это я всегда спокойно вас могу там отпустить, самостоятельно доштриховывать, да, сравнивать по тону. Вообще вы должны, конечно, достаточно много тоже и самостоятельно работать, сравнивать, да, чтобы прям вот не было примера перед глазами, то есть это когда мы с натурой, например, работаем, да, у нас обычно нет перед глазами примера, у нас есть только натура, и мы с нее рисуем, то есть как проштриховать, да, как решить какую-то задачу, то есть мы уже должны придумать сами. Тут вот темная, да, вот эта часть, листочек так хорошо вот здесь вот виднеется, да, вот эта сердцевина здесь у листочка. Так, ну что, листик, листики, листики нормально успеваем проштриховать. Штрихуйте побыстрее, да, побыстрее. Конечно же, например, линии штриха, да, тоже какая-то вот эта красота, эстетика тоже придет постепенно, да, если вас, например, кого-то не устраивает, вот как у него получается штрих. Да, напомню, конечно же, чем вы больше будете рисовать, тем будут сильнее вот прокачиваться ваши навыки, да, рисунки будут становиться все лучше и лучше. Тут вот листик, да, должен у нас, конечно, появиться на фоне другого листочка, но я скорее вот этот затемню, да, вот этот затемню, а этот пока таким оставлю, потому что самый светлый у меня должен быть вот этот листик, который тоже у меня вот должен тут появиться. Разделить вот тут два листочка, слиплись, да, слиплись, так вот разделю, намечу линией, намечу линией. Все равно каждый листик не вырисовываем ни в коем случае. Здесь можно даже еще потемнее сделать, вот сердцевинку, да, вот эту часть самая темная. Да, при этом, кстати, то, что у нас самое темное, у нас никогда не стоит задача сделать прям вот черным, да, как вот как углем, если мы угольком проведем, да, вот такое черное-черное пятно получится. У нас нет такой задачи, да, нет такой задачи прям какой-то сделать чрезмерно такой угольный черный рисунок, да, все равно это какие-то, если это грифельный карандаш, да, все равно это темно-серые оттенки, например, да, условно получаются. Так, силуэт не теряем, напомню, да, листик чуть-чуть вот здесь оставила светлым, на него как бы падает тень от вот этого листочка, да, иногда мы можем такие моменты видеть, там, например, вот здесь этот цветочек, да, вот он закругляется, здесь у нас свет, здесь тень, то есть, ну, какие-то моменты, да, тоже можно добавлять, не хватает, мне кажется, вот тут контрастности, да, возьму, добавлю, то есть у меня там это растение, я четко вижу, да, на светлом фоне стены, поэтому можно чуть-чуть подчеркнуть, при этом я еще хочу напомнить, что не нужно обводить каждый лист, да, вот чтобы у каждого листа была обводка, не нужно, да, тоже обводить каждый листочек, то есть все равно должно быть цельно, так, где у нас свет, на вот этом листике, да, значит, вот этот можно проштриховать, сделать темнее, так, тоже достаточно быстро, а просветы какие-то можно оставить, да, чуть-чуть, главное, тоже слишком много белых пятнышек, да, таких бликов не оставлять, иначе может тоже раздробиться, да, ваш рисунок. И, как вы видите, проштриховываю, да, вот однородно, тоном, смотрю не каждый листик по отдельности, а смотрю все сразу, да, вот что сделать потемнее, что сделать посветлее. Вот тут у меня, да, какой-то кусочек слишком светлый, сейчас я вот так проштрихую, и на нем появится вот эта вот более светлая часть листочка. То есть светлее, темнее всегда держим в голове, да, что светлее, что темнее. Это тоже такой вот более темный. Но я обычно как еще делаю? Отхожу обязательно, да, и смотрю издалека, да, на свой рисунок. На занятиях я это, конечно, крайне редко делаю, да, потому что обычно я там что-то объясняю и так далее. После занятия я обязательно это делаю, смотрю, как издалека смотрится мой рисунок. Бывает, что-то доделываю, бывает, не доделываю. Да, то есть помните, законченность своего рисунка, да, каждый решает, сам художник лично, да, когда его рисунок закончен. Так, вот это, да, у нас еще осталось, да, давайте его сделаем. Тоже он достаточно вот тут вот светленький на фоне шкафа, а вот тут самое светлое, но есть такие небольшие кусочки, да, там потемнее. Вот эта часть потемнее. Помним, каждую, как вы видите, да, каждый элемент по тону я не вырисовываю, не стараюсь каждую маленькую там загогулинку, да, напомню, там рельефные листы, конечно же, очень много разнообразия по тону. Я совершенно не стараюсь их все-все-все перенести, да, у меня задача сейчас другая. Я напомню, у нас всегда, когда мы выполняем какие-либо рисунки, да, перед нами стоят разные задачи. Так, тут главное, чтобы у меня шкаф не сливался, да, но я шкаф не буду затемнять, именно подчеркну листочек, потому что он у меня самое главное. Вот так он будет больше виден. Так, еще можно было бы, если у вас есть, да, что показать, можно было бы посмотреть. Вот тут вот листик хочется тоже, да, вот он, например, потемнее. Если кто-то будет показывать рисунки, да, это можно сейчас делать. Также вот, да, как-то обычно мы последние 5-10 минут стараемся уделять просмотру рисунков, да, там, вопросам. Ну, вопросы всегда можно задавать, да, там и в процессе рисования, в начале, в конце всегда можно задать вопрос. Так, ням-ням-ням. Если, да, хотите показать рисунок, вам нужно включить микрофон, да, включить камеру. Даже если он вот такой не совсем законченный, да, тут опять же, да, просто механически все еще вот просто доштриховать, да, тут просто уже нового ничего я не объясню, да, то есть заштриховываем и сравниваем по тону. Тут уже просто не так весело, поэтому я очень часто в таких моментах отпускаю вас дома самостоятельно доделывать рисунки. Вот я рисунок хочу свой показать. Но он еще не доделанный, я только листочки делаю. Так, смотрите, такой момент вот зарисовали, хорошо, но вы уже начинаете вот слишком детализировать листики, вот тут полосочки рисовать, то есть желательно вот эти детали добавлять, вот когда вы в целом, да, вот заштрихуете, разберете по большому пятну, да, там светлее, темнее, а потом уже на них можно вот эти чуть-чуть добавлять разницу. А так, да, очень хорошо начали, очень хорошо, на листике прям очень хорошо вот это движение взяли, вот эти более крупные, отлично, да. Хорошо, спасибо. Вот рисунок, вот у меня рисунок. Скажите, пожалуйста, еще что-нибудь, да, чтобы отключилось. А, рисунок, вот я вам хочу показать. Я хочу показать рисунок. Да, теперь вижу, а то у нас бывает у нескольких людей включен микрофон. Так, хорошо, смотрите, я бы посоветовала еще вот над листиками прям поработать, вот как бы положение, да, каждого листочка, то есть немножко их вот подсобрать, да, что вот здесь они немножко вот такие более собранные, а вот эти наверху, наоборот, такие вот раскидистые. То есть можно было бы вот над листиками еще поработать, а шкафчик прям вот тоже, да, вы правильно сделали, там можно проштриховать, и ручки, чтобы они по тону были светлее, чем, например, тон на листочках. Вот, а так тоже очень хорошо начали. Спасибо. Отлично. Вы тоже не побоялись, прям покрупнее взяли лист, очень хорошо. Так, еще, может быть, у кого-то, да, работы? У меня. Так, хорошо. Ну, тоже немножко уходите в детали, тоже немножко задачу перед собой ставите другую, то есть у нас именно задача была вот так, идти от общего цельного пятна, да, то есть здесь вот сейчас на рисунке видно там светлее, темнее, средние тона, то есть прям мы рисуем весь, работаем над всем листом и весь раскладываем по тону, то есть вы немножко тоже, тоже вот в деталечке вот эти вот уходите, прям вот очень настоятельно прошу, да, вот пробовать по-разному, да, пробовать по-разному. Да, в WhatsApp посмотрю после занятия, Алина Анатольевна вот написала, да, после занятия в WhatsApp посмотрю, туда тоже отправляйте. Смотрите, еще раз, да, вот я, ну, вместо того, что, да, вот там выштриховывать, еще раз хочу акцентировать ваше внимание на такие важные моменты, да, что у нас первая и главная была задача, да, решить как-то по композиции, выявить динамику листочков, обсудить, что мы в интерьере можем убирать, да, а на что ставить акценты, и следующая главная задача была в том, чтобы обобщенно, да, цельно решить по пятну все элементы, вот когда весь рисунок будет проштрихован, по большому пятну выполнен, что светлее, что темнее, только после этого этапа мы можем какие-то детальки наметить, да, прям пробуйте, пробуйте, вот прям цельное пятно, но не вдаваясь сильно в детали, то есть будем учиться цельности, это очень важно, именно цельность в рисунках, именно это будет создавать тоже вот эту, это половина успеха вашей работы, если не больше, цельность, цельность в работах, этого стараются добиться все художники, да, там начинающие, профессиональные, тем более, да, именно цельность, гармония, потому что самое главное не как тут какая-то вот деталька, да, выглядит, а самое главное, как мы в целом видим наш рисунок, поэтому очень часто, как мы вот на выставках, да, смотрим какую-либо работу художника на выставке, да, вот висит на себе в Третьяковке невероятные полотна, я, кстати, всем советую, да, напомню, сходить в Третьяковку, я, к сожалению, не могу так часто ее посещать, да, так как я не в Москве, я вам всем советую туда сходить, и мы всегда картины, да, полотна великих художников смотрим сначала издалека, да, смотрим, чем крупнее картина, тем дальше нам надо отойти, мы смотрим в целом, да, мы смотрим и видим сначала цельную картинку, а потом, потом мы можем подойти к этой картине, да, и посмотреть там каждый мазочек, каждую линию, каждое пятнышко, но вблизи, вблизи, да, если мы подойдем, мы видим именно мазочки, да, вот эти пятнышки маленькие, линии, и в целом картину не видим, в целом картину видим только с расстояния, да, поэтому даже вот когда маленький рисунок рисуем, я сейчас после занятия прям отойду и посмотрю, что у меня здесь в целом получается. Так, ну такое лирическое отступление, мы с этим еще будем работать. Так, а пока что, может быть, еще кто-то, да, хочет показать рисунки. Если у кого-то есть, показывайте, да, обязательно что-то говорите, да, потому что, ну, как бы WhatsApp, он так работает, да, показывает именно того, кто говорит. Давайте я попробую. Видно, нет? Так, хорошо, очень хорошо. Хорошо, я бы еще на вашем месте слегка, да, приглушила бы вот эти линии у шкафчика, ну или что там, да, в общем, предмет мебели. И, например, вот эти вот ножки, тоже смотрите, там они где-то темнее, например, вот здесь, да, они где-то темнее, а где-то посветлее. Вот прям бы чуть-чуть даже ластиком пройтись, вот здесь такая прям светлая, да, часть туда прям свет тоже падает, вот тут светлая. То есть прям вот эти ножки разбейте, где светлее, где темнее, тоже цельным пятном. Начали очень хорошо. У вас, кстати, вот растения выглядят более цельно, более цельно. Но вот шкафчик, да, вот чуть-чуть посветлее сделать вот эти линии, чтобы прям, да, они... Да. То есть мы их прям специально можем делать светлее, да, мы с натуры их, скорее всего, будем видеть, конечно, темнее, светлее, но в рисунке мы их прям специально делаем посветлее, чтобы они ушли на дальний план. У нас уже 13.03, но давайте вот этот шкафчик я тоже вот так вот быстренько проштрихую. То есть вот он у нас должен быть чуть-чуть темнее, чем стена, да, плюс он темнее, чем вот тут горшок на свету. Так, ну так как тут уже я быстрее штрихую, да, штрих уже менее красивый, конечно же. Просто так максимально, да, вот так вот побыстрее немножко. Стена, да, тут, кстати, тоже достаточно темное пятно. Здесь можно было бы тоже вот так. То есть как мы видим, так и рисуем, да. Если вот это пятно темнее, значит, нарисуем его темнее. Так, вот он, допустим, у нас шкаф, да. Вот тут сейчас еще затемню, чтобы не смотрелось по тону, как стена. Да, и вот эти прожилки, как бы углубление вот так, еле-еле, еле-еле вот такой вот акцентик, еле-еле. То есть он как бы все равно на дальнем плане. Вот это вот даже я бы посветлее бы сделала. И ручки, да, и ручки прям еле-еле вот так вот тоновым пятном, да, что они там имеются, но такие прям светленькие, светленькие, светленькие. Это тоже всех касается, да, я когда что-то, конечно же, показываю, рассказываю, конечно, относятся ко всем. Вот, то есть ручки от шкафа, да, такие еле-еле на дальнем плане. То есть мы как художники должны вот эту создать иллюзию. А эту иллюзию можно создать именно когда мы что-то можем темное усилить, сделать темнее. А то, что светлее, мы можем сделать специально еще светлее. Так, если еще кто-то хочет показать рисунки, показывайте, да. Я думаю, там сейчас, если на меня администраторы не начнут ругаться, я еще посмотрю. Если кто-то хочет показать, показывайте. гармонию по тону, по штриховке, все еще будем обсуждать. Я думаю, еще кто-то. А вопросы, может быть, остались у кого-то? Листики прям по динамике очень хорошо. Ну, вы, кстати, рано убрали, мне там было видно. Листики по динамике прям хорошенькие, прям вот в характере, очень хорошо. Да, динамика вам хорошо дается. То есть вот этот там поменьше, этот побольше, вот этот ряд листиков. Прям очень хорошо по динамике. Да, стульчик, вот эти части, стену можно было бы вот прям обобщеннее. То есть прям, чтобы смотрелись на рисунке такие большие тоновые пятна. Вот здесь потемнее. Ну, может быть, пока что, да, в течение занятия, может быть, там не захотели, да, может быть, там перетемнять, да, как-то там доделывать. А так прям вот чтобы большим пятном, да, чтобы было заметно, что мы стену вот так проштриховывали. Да, тогда и появится свет на листиках. Вот, а так очень хорошо, да, отлично. Спасибо. Так, ну что, 13.06. Подскажите, какие у вас еще есть вопросы? Может быть, еще есть вопросы? Да, ну тут доштриховать, да, тут мы как бы пол, тут уже не так весело, как я говорю. Да, то есть такие простые моменты обсудили, успели, самое сложное. Дальний план по тону тоже, да, вот, например, тень от шкафа, падающая на пол, да, то есть как бы тоже по тону видно, посветлее, потемнее, да, но очень цельно. Все равно цветок более темный, да, самые светлые, самые темные пятна все равно у нас на главном объекте. Так, ну что, тогда, если пока что больше рисунков нету, да, как я понимаю, то есть можно закругляться. В WhatsApp отправляйте рисунки, да, сейчас тоже меня сегодня, тоже просмотрю там, что еще тоже, кто скидывал, да, обязательно понаблюдаю. Дальний план потемнее, ножки кое-где просто где-то светлее, где-то темнее, да, то есть тут, в принципе, уже такая механическая работа, да, просто тоже по большому пятну это все решить. Там ковер чуть-чуть добавить тона, ножки где-то светлее, где-то темнее, ковер так тоже более цельно, вот это вот пятно, тень слегка падающую, там можно не вырисовывать там каждый элемент. Вот эту тряпочку тоже можно так цельно заштриховать, потому что она как тоже дополнительный элемент, да, но чуть-чуть вот так ковер можно сделать светлее, эту тряпочку темнее, но это если кто-то ее, этот кусочек ткани, да, вообще, если кто-то рисовал, может быть, его никто и не рисовал. Вот, а так тоже вот цельным пятном, да, ковер, ковер тоже не должен быть самым темным, да, потому что на ковре будут самые темные там ножки, например. Это просто вот в трех словах, да, просто по тону там можно это доделать, да, рисовать. Так, ну что, 13.08, Нина, добрый день. Я думала, почему в начале, да, обычно жду от вас в начале тоже сообщение. Так, если вопросы еще останутся, пишите WhatsApp, да, тут просто, в принципе, ножки тоже, да, детально не нужно вырисовывать, просто в целом их заштриховать, вот опять же, да, ближе к нам могут быть темнее, да, дальше от нас светлее, сюда падает свет, да, на ножку. А ножка, чтобы на фоне ковра не терялась, просто подчеркнуть, да, ее там в каких-то моментах, вот. Так что рисунки еще WhatsApp присылайте, да, будем просматривать, будем просматривать. И тоже, помните, это был тоже быстрый рисунок, рисуйте быстро, быстро, можете прям ставить себе таймер и рисовать по таймеру, и прям рисовать по таймеру. Ну, вот. Почти законченные ножки, да, просто где-то светлее, где-то темнее, все, ножки будут готовы. Принцип один и тот же. Так, ну что, будем тогда закругляться, да, просто хотелось еще чуть-чуть, да, по ножкам пройтись. Так, ну, если что, отправляйте рисунки, в общем, WhatsApp, да, там тоже просмотрю, всегда просматриваю. Может быть, время не всегда есть прям сразу смотреть, да, но когда есть время, обязательно смотрю. Вы, если что там пишите, напоминайте, да, если вдруг я там что-то забывать буду и так далее. Вот, если что, пишите. Так, ну что, будем тогда закругляться, да, будем закругляться. Кстати, вот этот пол можно даже почти не трогать, да, он так там естественно мягко располагается, даже вот эту часть можно и не проштриховывать, да, намек на падающую тень, все равно акцент видно, что стоит здесь, да, можно какие-то элементы даже и не штриховать. Так, ну что, все, тогда будем закругляться, да, то есть в целом даже рисунок, я бы сказала, что у нас готов, да, просто можно каких-то, может быть, еще там акценты, да, расставить, может быть, доработать, может быть, листики чуть-чуть дорисовать, чуть-чуть, может быть, где-то там затемнить, если там не добрали по тону, да, но все равно, чтобы акцент был именно вот здесь. Ну, то есть все, а так рисунок, можно сказать, готов. Быстрый, быстрый скетч. Ну, а напомню, если бы мы рисовали с натуры, да, все знали бы там особенности рисования, мы бы его очень быстро нарисовали, быстрее, чем вот сейчас, конечно же, за два часа, да, весь этот рисунок. Так, ну что, мы тогда закругляемся, да, на следующем занятии мы с вами будем работать с пейзажами, но к натюрмортам иногда тоже будем возвращаться, да, их разбирать. Так, в целом рисунок готов. Так, ну что, тогда вам желаю всего самого доброго, да, как обычно, море вдохновения. Рисунки отправляйте и до встречи на следующих новых занятиях. Все тогда, всем всего наилучшего и до новых встреч, до свидания. Дорогие, спасибо за занятие. Да, до свидания. Так, тоже буду постепенно отключаться. Все, до встречи на новых занятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!